Мой город С кем ты живешь, кто тебя окружает Кому ты готов довериться А я люблю, когда погода хорошая А когда дождь не люблю А мой папа, когда мазь Он всегда поет ванну Я люблю свой город, потому что в нем есть мосты Которые раскрываются Мы однажды потеряли собаку Искали ее А она в парадной сидела Моя бабушка добрая, но ночью воруют кефир Даже если холодно Солдаты будут стоять на посту, потому что у них есть приказ Мне Санкт-Петербург не нравится Потому что у него имя сложно Я очень люблю свой город Люблю милые улочки, уютные парки И дворы Люблю встречать рассветы и закаты Ловить каждый лучик солнца Этот город очень дорог мне Здесь живет моя семья Здесь живет моя мама Вера Николаевна, прошу прощения Уже пора, да? Надо уходить Нет, 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 что вы, что вы Пока вы работаете, школа работает А я буду вас охранять У меня осталось всего две тетради Да ничего, ничего, не беспокойтесь Заканчивайте спокойно Остались только самые работящие и ответственные Соответственно, вы и я А ведь у меня для вас есть сюрприз Уделите мне пару минут Не, Мальвина, мне вообще не понравилось А чего? Да тренер, левая Ну да, ногу подними Я подниму Ногу опусти, не смейся Да, да, нам приказов по полицее хватает А танцевать мы где хотим Даже тут, давай В общем, короче Я больше не приду И ты не приду Это не могу, меня мама заставит Жаль Ну ладно Давай, податрись К сожалению, оркестр не предусмотрен фондами Поздравляю вас, Вера Николаевна, с повышением Большое спасибо, это очень неожиданно А вот здесь должно быть написано Самая красивая учительница России Ну, я надеюсь, вы не только из-за этого меня держите Ну, почему же Красота, это тоже немаловажно А давайте отметим ваше повышение А давайте я отмечу это ударным трудом Большое спасибо, Евгений Андреевич, еще раз за такое доверие Спасибо Девушка, вам не страшно? Отвали Девушка, вам шестнадцать есть? Отвали сказала Ты ему сказала, мне ты пока ничего не говорила Вы куда части своего побежали? Да стой, нам только время втразить Да стой, дуреха, встань, вверх Верочка, и все-таки я настаиваю Евгений Андреевич, ну, на работе только о работе Это же ваши слова Правильно Но это только в рабочее время Мне кажется, вы устали Я это чувствую Вам надо отдохнуть Отстаньте от меня Пошли вон отсюда Валик Ты мне нос сломала Ничего, до свадьбы заживет Ты знаешь, что я сделаю? Мусор там, убери за собой Да я тебе теснорак перекрою Научи меня любить Мама, расскажи, как жизнь прожить Надо, покажи, где свет встает Рано, подскажи, куда идти Мама, заслони меня от невзгод Праздных, защити меня от людей Праздных Ну, а если случится с тобой лихо Обниму тебя и прошепчу Тихо Столько солнца в тебе Столько радости И улыбка твоя Мне так нравится Голос твой Так ласкает меня в пути Если вдруг обидела тебя Прости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кирюша Доброе утро Ты улыбался во сне Что тебе снилось? Крейсер Аврора Крейсер Аврора и все? Который час? Семь тридцать Ты просил тебя разбудить Ой, надо было телефон поставить Сегодня у Кристины день рождения Я помню Нам надо с тобой договориться Мы не должны дарить ей деньги Я-то почему ты так решила? Во-первых, не я одна так решила Так решила родительский комитет Мы долго это обсуждали И пришли к выводу Что деньги в этом возрасте Ну, представь, если она сделала себе татуировку Через все лицо Ну, как-то Поэтому родительский комитет решила Я не понимаю, почему Родительский комитет оказался в нашей постели Ты такой смешный, Кирюша Я хочу ей платье подарить Которое она опять носить не будет Давай еще полежим Нет, давай ты полежи У меня нет времени Ой, куда столько сахара-то Да, я что-то переборщил с сахаром Ты вот даже ребенком управлять не можешь Бизнесом она хочет заниматься Вот твой бизнес У него четверки есть? Четверка тоже хорошая оценка Вот если бы не было бы пятерки То четверка была бы хорошая оценка А поскольку есть пятерки Четверка плохая оценка Даже ребенка научить не может учиться нормально Официантами она будет управлять Пока ребенок не будет учиться на все пятерки Никакого тебе ни бизнеса Ни ресторана И никаких официантов Можно? Кому сегодня пятнадцать лет Я тебе завтрак принесла Когда ты родилась, погода была гораздо хуже, чем сейчас Правда, это было в Петербурге Я несла тебя на руках А папа прикрывал нас обеих зонтиком Потом зонтик унесло И мы бежали до машины Слава Богу, добрались С днем рождения, дочь Слава Богу, добрались Алло, пап? Ну, привет Бонтарь без причины Нет, я головная боль Слава Богу, что не мои С днем рождения, любимая Деньги Мне нужны только деньги Они в условленном месте Только маме не говори Она приносила мне завтрак в постель Еще она хотела подарить тебе платье Скажи спасибо, я отговорил Попроси не приходить ее в лицей Хотя бы один день Это выше моих сил Ну, пожалуйста, пап А что мне за это будет? Я не буду называть тебя папашкой Ты никогда не называла меня папашкой А то буду И тебе вряд ли понравится Ладно, я с ней поговорю Хотя это был подлый шантаж Пока С днем рождения, Крис! Два года назад мы переехали в это просторное И я бы даже сказал, модерновое здание Но гордимся мы не только этим В нашем лицее, Вера Николаевна, я смею вас верить Сохранилась особая атмосфера Да, это правда Лев Матвеевич, он душой за все переживает, болеет Спасибо, спасибо, Валерий Вадим Прошу вас Маринушка, сделайте нам чаю, пожалуйста Волшебитель, Лев Матвеевич Проходите Вот все учителя Очень стараются, чтобы дети приходили в лицей с удовольствием И, смею надеяться, у нас это получается Но правда, конечно, есть исключение Девятый А Это да Это ужас какой-то Ну И у Ирины Вадимовны не сложились отношения с ребятами А что случилось? Мне бы очень не хотелось наговаривать на детей Но, знаете, те из них, которые не входят в группировку Вот с ними можно найти общий язык Ну ладно, уж сразу группировка Просто компания Нет, Лев Матвеевич, это именно группировка Два шага до банды А возглавляет это все? Нет, ну вы представьте себе, девочка Ну вы что? А как фамилия у этой девочки? Успенская Кристина Просто монстр какой-то Кошмар настоящий Опасайтесь ее Кирюша, мне как всегда полно узел сегодня Мне нужно еще купить учебники на весь класс Я обещал Кристине, что в школе ты сегодня не появишься Как? Как ты мог такое обещать за меня? Надь, дай ребенку побыть в тишине А книги я куда дену? Надь, книги подождут Делайте, что хотите Ну это хорошо, что Ирина Вадимовна ушла А то слишком близко к сердцу все воспринимает Ну что, гормоны Но класс действительно сложный, правильно я понимаю? Ну я думаю, с вашим опытом И рекомендациями это вас вряд ли испугает Нет, не испугает Тем более у меня свой подход к детям Ну это все учителя так говорят Но мне нравится ваша уверенность И девятиклассникам сдавать ОГЭ А с русским и литературой там Не все обстоит так хорошо, как хотелось бы Ирина Вадимовна не учила, а больше отбивалась от них Так что, если у вас возникнут вопросы Мы можем после уроков остаться и обсудить это все Что вы делаете? Подождите Отойдите от меня Господи Как вы подумать даже могли? Извините, конечно Но пока я директор лицея Никогда в жизни таких вещей не будет в этих стенах Лев Матвеич, я прошу прощения Мне так неудобно, извините меня Ну ничего, ничего Идем дальше Как говорят на уроке Скажите, вот почему в середине триместра Вы сменили место работы Была причина? Мне бы не хотелось об этом говорить Да, это личные обстоятельства Все, все, я не буду развивать эту тему Не буду Ну вот, родительский комитет вашего класса Женщины дотошные, настырные, любопытные Боюсь, их это заинтересует Правда? Ну, я этого не боюсь Председатель родительского комитета Женщина очень авторитетная Ее муж помогает лицею Вы требуете особого отношения к их ребенку? Ой, боже упаси Мы в нашем лицее ко всем ученикам относимся одинаково Это принцип лицея Ульяна Павловна заведующая учебной частью Очень приятно Да, очень приятно Очень приятно И сама часть нашего коллектива Спасибо Большое спасибо Я попросил Ульяну Павловну, чтобы она познакомила вас с учителями И показала ваш класс Спасибо Да, еще там чайники приготовили Доброе утро А можно с вами постоять? Продолжай движение, а то еще на урок опоздаешь Пока Растянули бы плакат Крис, добро пожаловать Рус, иди куда шел Что, королеву поклоном не встретишь? Она ниже плинтуса опустит, да? Дурак ты, Шибанов У нее день рождения, мы поздравить хотим Ну, ну Что-то я не видел, чтобы она хоть кого-нибудь из вас ждала Здравствуйте Привет Здравствуйте, Софья Валентиновна Кирилл Георгиевич на месте? А он только что приехал, не в духе Вот, кофе заказал Стой Я сама Но Ну, Кирилл Георгиевич, ну поймите, ну рабочая смена закончилась Монтажники отказались подниматься на крышу Уволен За что? Кто должен был заставить их остаться И работать, пошел отсюда Здравствуйте, Софья Валентиновна Ваш утренний кофе, Кирилл Георгиевич Кирилл Георгиевич Черт базовый мы Так, успокоились, девятая Все, сели по местам Доброе утро, дети Прошу любить и уважать Вера Николаевна Субботина Ваша новая учительница по русскому языку и литературе Здравствуйте Доброе утро, перестань свистеть, денег не будет Прошу вас Спасибо Ведите себя прилично, не позорьте наш лицей Как скажете, Ульяна Павловна Шабанов, не умничай Вера Николаевна, если что, я здесь рядом, в своем кабинете Да, хорошо Приступайте Спасибо Ну что, ребят, давайте познакомимся Блинов Арсений, очень приятно Баранова Светлана Здрасте Геворгян Артур Приветствую Я тут Здрасте Служу Отечеству Присутствует А я тутоньки Шабанов Руслан Я Успенская Кристина Мадам Успенская отсутствует Увы Хитрый Александр Здравствуйте Вы прекрасны Мы с вами подруги Я очень на это надеюсь И считаю, что мне повезло Хотя меня предупреждали Что вы меня съедите, как я только войду Ладно, ребята, давайте начнем урок Сегодня будем говорить о драматурге в Ампилове Давай, давай встретим Герои пьесы прощания в июне Говорили бы по-другому Ага, рэ бы читали А кстати, почему нет Тем более сейчас Никто бы не требовал от драматурга О боже Успенская Что это за улыбочки Почему не на уроке Я уже На уроке Здрасте, Лев Матвеевич Здравствуйте Без образ Здрасте Здравия Днём рождения Здравия Днём рождения Днём рождения Ура Ура Так, а теперь все успокоились И сели по своим местам Днём рождения Ты, я так понимаю, Успенская Ну, предположим Встаньте, пожалуйста А теперь выйди из класса Да и постучи, если ты не заметила, у нас идет урок. Да, пожалуйста. Можно дойти? Да, пожалуйста. Как мы все знаем, вампилов закончил плохо. Угу. Пошел работать учителем в школу. Если ты хочешь высказаться, у тебя будет такая возможность. Дорогие друзья, все на сегодня свободны, а мы с Успенской остаемся побеседовать. Так звонка же еще не было. А звонок для учителя. Все свободны. До свидания. Ты молодец. Кажется, ты хотела что-то сказать? Да, ничего. Без зрителей не так интересно уступать. Правда? Вы специально их выгнали, да? Бинго. Вы такая смелая, потому что вы красивая, да? Вообще, если честно, в жизни мне это только мешало. И мне вот так же не хватало уверенности в себе, как и тебе сейчас. Это вряд ли. Вы сейчас меняетесь каждый день. Еще неизвестно, какая ты вырастешь. Хотя, мне кажется, очень красивая. Как кобыла сивая. Мамочка моя так говорит. И вот тогда ты поймешь, что я чувствую. Мне сегодня день рождения. Я чувствую себя просто отвратительно. Ничего себе. А-а-а! А-а! Все, моя дорогая, кто такой? Все хорошо. Стой, Верочка. Ой, пересаживайся. Заожать? Поедем сейчас разажать. Все нормально. С вами все в порядке? Да, все в порядке. Ты можешь идти. И ничего не будет? Тебе ничего не будет, ты можешь идти. Тем более директор сказал, что тебя обижать нельзя. Это потому, что у меня сегодня день рождения? Потому что твой папа дает деньги на лицей. А вы не добрые. Тебе придется к этому привыкнуть. Тебе придется к этому привыкнуть. Благодарю вас. Всего доброго. Хорошего дня. Раечка, я же говорила вам, у нас халву никто не ест. Она в зубах застревает, а нам уроки потом. Ну, что вам принести? Ну, хоть что-нибудь, а то не стол, а пустыню. Генриета Станиславовна, что это за поза? Собака, морды вниз. Может баранки, может баранки. Еда пришла. Здрасте. Я слышу ручание в животе. И боюсь, что ученики его тоже услышат. Я это не слышала. Коллеги, коллеги, прошу к столу. Ульяна Павловна, здрасте. Здрасте. О, халва. Халву ни в коем случае. Она в зубах застревает. Ни в коем случае. А мне не надо разговаривать. Я просто свищу. Свистите? Ну тогда ладно. Мариночка, Мариночка, спасай. У меня ЧП. Приезжай, дорогая. Да, спасибо. Я улица и жду. Окно закрою. А то дует. Ну ладно, посмотрим. Так. Генриета. Ну, иди поешь. Я на диете. Ну ладно. Ого. Представляете, председателя родительского комитета не впускают в лицей. Не было приказа ее не впускать. Она сама не хочет. Она вообще какая-то странная. Да не в себе она. Как некрасиво. Какая бы она ни была, она болеет с лицей. Добрый день. Здравствуйте. Я Вера Николаевна. Очень приятно. Очень приятно. Вера Николаевна, присоединяйтесь к нам. У нас тут бутерброды, компот. Большое спасибо. Я просто уже пообедала. Да? А у нас некоторые из дома еду приносят. Ну то и сок, так сказать. Да? А я в школьной столовой. Ну и как? Вполне. Как это можно есть вообще? Правда? А зачем же вы этим тогда кормите детей? Мы как-то даже не подумали. Слова настоящей бунтарки. Она просто хамка. Да. А что если она сейчас слышит? Ей же хуже. Всем здравствуйте. 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 Добрый день. Скажите, ну как? Халва-то свежая? О, попробуйте. А что ж вы, Вера Николаевна, не приглашаете к столу халвы отведать? Она нами брезгует. Вон со школьниками обедает. И как-то сразу оторвалась от коллектива. А вот это правильно, между прочим. Учитель должен быть с учениками заодно. Я всегда это говорю. Ну что, как? Никто вас не обижает? Нет, все хорошо. Отвела урок уже. Как провели урок? В порядке, нам все скучно. Без... Не слышать какие-то вопросы, проблемы. Не стесняйся. Ты не представляешь пробки! Спасибо тебе, милая. Спасибо, дорогая. Спасибо. Я уже думала, не дождусь тебя. Не, ну я же обещала. Кстати, про обещание. Я тут дала слово в лицее не появляться. Что за глупости? Ну, дочка попросила. У нее сегодня день рождения. Я не могла отказать. Надь, я ее осуждаю. У меня пока мама была жива, я ее боготворила. Слушай, я до 18 лет спрашивала у нее выйти погулять. А ты говоришь? Другие времена были. Ну, другие люди. Слушай, в чем с тобой как старые бабки? Отнеси, пожалуйста, это в лицее и разложи на подоконнике. Хорошо, я все сделаю, я все разложу, расскажу тебе. Потому что родительский комитет должен держать руку на пульсе. Мяу. Ну, моя, ты моя дорогая. Ну, да. Ну, все, я пошла. Счастливо. Пока. Олеся, милая, не плачь. Что случилось? Вера, они все гады. Все гады. Олеся, кто они? Все мужики. Согласна. Ну, что случилось? Кто из них тебя обидел? Андрей. Что он сделал? Он меня бросил. Ненавижу. Сестричка, приезжай, пожалуйста. Милая, я не могу сейчас приехать. Это мой первый день на работе. Но после седьмого урока я обещаю, сразу приеду. Ты продержишься? Я напьюсь. Не надо. Олеся, дождись меня. Обещаешь? Обещаю. Ну, все, давай. Целую тебя. Может быть, все-таки надо было пригласить ребят на день рождения? Не хочу. Не понимаю, почему. Ну, почему ты вот посуду руками умоешь, когда машинка есть? Странное сравнение. Я когда был маленький, жил у бабушки в деревне. Там не было водопровода, и мы посуду мыли в ведре. В этом я так привык. Ладно, не хочешь, так не хочешь. Какие дела там в лицей? Учительница новая. Вообще без тормозов. Клевая. Так, ничего себе. Первый раз слышу, чтобы ты об учительнице отзывалась так хорошо. Классная была бы клевая. Отмазывала нас постоянно бы. Да? Ну, попроси маму, она ее сделает классной. Думаешь, это в ее силах? Всемогущий родительский комитет. Да нет. Она, как всегда, все испортит. Я даже просить ее не буду. Думаешь? Ладно. Загружай машинку. Да я сама домой. Давай, давай. Лучше бы он какую-нибудь бабу нашел. Честное слово. Нет, не лучше. Так ты сразу узнала, что это за человек. А ты не человек. Да козел. Вот именно. А если б ты узнала это после свадьбы. А ты такая мудрая, да? Ну, у меня немного побольше опыта в отношениях. Только опыт-то весь негативный. Извини, какой есть. Давай скажи, что ты все знала изначально, что ты мне говорила. Я тебя не послушала. Ты такая молодец. А я опять все сделала не так. Нет, я не скажу. Хотя нет, скажу. Я знала, что он эгоист. Вот. Зайла шармонку. Слушай, Олеся, тобой просто невозможно. Да у меня вообще тут стресс. Я тоже хочу что-нибудь купить. Мы все купили. Мы все купили тебе. А я тоже хочу какую-нибудь кофточку, юбочку. Обойдешься. Вот сразу видно, какая ты эгоистка. Я эгоистка? А пойдем, зайдем домой, откроем шкаф и посмотрим, кто из нас эгоист. Все, ладно, ладно. Не заводись. Вот именно. Совести у тебя нет. Слушай, я совсем забыла. Я же недавно читала, где-то в посольстве Иордании, нового консула назначили. Подожди. А старый что? Старого не знаю. Может быть, домой пилком под зад отправили. Надо срочно ехать и знакомиться с новым консулом. Так я тебе о чем и говорю. Может быть, им поможет Алина идти. Нужно обаять, подарить подарочек. Да, ты права. Конечно, права. Поэтому я тебе не дам ему много денег. Я схожу, куплю подарок. Да, давай. Так, вот здесь карточка. Ты знаешь, пин-код там, вроде, не вошли мне. Хорошо. Хорошо. Держи. Все. Не переживай, сестра. Все. Лучше, вели. Можно? Конечно. У меня к тебе маленькая просьба. А ты дверь закрал? Ну, сейчас, подожди. Кристине нравится новая учительница. Сделаешь ее классной. Учительница? Угу. По литературе. У них ведь сейчас классной нет. Это же в твоих силах. Учительница. 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 Да, я же не помогу. Я знал, что ты не откажешься. Ладно, я спать пойду. Давай. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здрасте. Надежда Зина, здрасте. Если мы разберем пьесу Вампилова «Старший сын», мы, к нашему удивлению, обнаружим, что драматург активно использовал наработки классической школы… ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Софья Валентиновна? Кирилл Георгиевич? А что ты на работе сказал? Что я в командировке? То есть, ты в Переславе сейчас? Без меня. На заводе все станет. Как скажешь, дорогой. Нет, нет и нет. Это слишком ответственный должен. Да, на который был человек с постоянными истериками. Ну, это просто гормоны. Вера Николаевна отлично подходит на эту роль, я уверена. Вы что, познакомились уже? Нет, что вы. Но я слышала, как она ведет урок. И дети ее полюбили. А это я уже знаю из первых рук. Все равно. Ну, как это может быть? Новый человек только-только что пришел в школу без испытательного срока. Мы вообще о ней ничего не знаем, кроме рекомендаций. И потом, у меня на место классного руководителя есть иная кандидатура. Вот. Вот с этого нужно было начинать. Вы не можете обвинить меня в кумовстве. Такого рода назначения я тщательно обдумываю. Скажу вам честно, назначить на эту должность Веру Николаевну, это не только моя инициатива, но и желание моего мужа. А вот это запрещенный прием. Неправильное решение может повредить детям, прежде всего вашей дочери. Вот. А вот это уже запрещенный прием. Я вынужден его применить, чтобы организовать все, как положено. Хорошо. Дайте мне ее телефон, пожалуйста. Это зачем? Хочу позвонить и обсудить, какой вы деспот и изверг. Я? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Вер, мне стыдно. Наконец-то я дождалась этих слов. Ты знаешь, почему от меня Андрей ушел? Почему? Он узнал, что я беременная. Представляешь, какой урод. И деньги я у тебя брала не на шмотке. Боже мой, Олесь. Ну, да. Я хотела сделать аборт. А тут пришла в клинику. Мне дают какой-то договор, ну, какой-то очень стремный. Тут написано, что я никаких претензий не имею. Так не смей! Напиши мне адрес. Я сейчас приеду. Вера. Ребят, все в порядке. Продолжайте обедать. Пусть. 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 Алло. Вера Николаевна, добрый день. Да, добрый день. Это Надежда Васильевна, мама Кристина. Извините, пожалуйста. Я не могу сейчас говорить. Зачем ты с ней живешь? С кем? С Надей. А у тебя еще кто-то есть? Только ты и она. Ну, просто же с человеком, к которому ты равнодушен. Ты думаешь, что я с ней живу через силу? Ну, в последнее время ты все чаще бываешь у меня. Ну, во-первых, ты мой заместитель. Во-вторых, я ее любил. Когда? Не помню. Я живу с ней исключительно из-за дочери. И все, давай, закроем тему. Ой, ну, за… Секундный пистолет. Нужно забрать ваши анализы и подняться в клинику Зина, четвертый этаж. Кто тебе дал этот договор? Братья. Вера, может не надо? Стучать не пробовали? Вот так нормально? Что вы себе позволяете? Заберите это себе, аферистка. Такие заступницы ко мне каждый день бегают. Только это не ваше решение. Вы к этому самому решению никакого отношения не имеете. Сюда приходят взрослые люди. Им советники не нужны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не понимаю, как. Что как? Как человек, которому дано такое счастье, может даже подумать об этом. Я хуже всех. Вот так. И ты пошла бы до конца? А ты знаешь, в чем ты, мастер? Руки выкручивать. Нет, не пошла бы. Довольна? Если б со мной такое случилось, я бы никогда… Конечно, ты бы никогда. Тебя на доску почета. Молодец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему? Извини меня. Да ладно. Это ты мне извини, чтобы она меня нашла. Я дура какая-то. Все будет хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Артурчик! Здравствуйте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я же? А я же? Ты домой? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Лев Матвеевич. Здравствуйте, дорогие мои хорошие, любимые мои родители, двоечников и отличников. Ну, не совсем. К сожалению, Ирина Вадимовна покидает нас на неопределенное время. И пока мы будем искать достойную кандидатуру на место классного руководителя, я хотел бы вас, родительский комитет и остальных родителей, познакомить с новым учителем литературы и русского языка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините. Дело в том, что ее не было в учительской. Странно, я ее предупреждал. Непонятно. Я прошу прощения за опознание. А, ну вот, вот и она. Прошу любить и жаловать. Вера Николаевна Субботина. Замечательный специалист. Будет обучать ваших людей русскую языку и литературу. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Куда? Николай. Здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вера! Вера, Халави! Вера, это же ты! Я не могла обознаться! Этого просто не может быть! Действительно, такое совпадение, просто поверить невозможно. Я теперь не Халави, я Субботина. Так ты ж в Петербурге жила. Ты как здесь-то оказалась? Я переехала. Почему, интересно? На то были свои причины. Надя, ты не волнуйся, я уйду из лицея. А зачем так сразу? Ну, потому что суррогатная мать не может быть учителем своей дочери. Ты хотела сказать моей дочери? Да, конечно, твоей дочери. Надя, завтра я напишу заявление. Мне кажется, не стоит принимать скорополитных решений. Значит, ты поменяла фамилию. Отказалась от фамилии мужа. Вера, главное, без паники. Не стоит загонять себя в угол. Да я и так уже в угол, куда идти не знаю. А если не так категорично? Мне лично кажется, что это счастливое совпадение. Да, совершенно невероятное, но по-своему счастливое. Мне кажется, ты будешь просто идеальной классной руководительницей для Кристиночки, ну и для всех остальных, разумеется. Да я смотреть на нее не смогу, скрывать не смогу. Сможешь. Мы все взрослые люди не такое скрываем. И у тебя, и у меня секретов полно. Однако же держим язык за зубами. Я Кристино в последнее время не узнаю. Совсем чужим человеком стал. Я тебе очень сочувствую, правда. Но меня сейчас волнует моя жизнь. Так расскажи, что случилось. Нет, я не могу уже в тысячный раз рассказывать одно и то же. Так мы поможем друг другу? Мне будет спокойнее, если возле Кристиночки будешь именно ты. Она все узнает. Узнает, если мы с тобой не скажем. А нам это зачем? Ворошить прошлое. Ты же ей не скажешь? Принесите мне ребенка! Нет. Вам будет только хуже. Пожалуйста, пожалуйста! Я не скажу. Мы с Кириллом так и договорились. Молчок. Ты представь, я ей скажу. Это же будет просто буря. Она меня возненавидит. Надеюсь, я вас помирю. Ты свой человек. Ты поможешь. Вера, пожалуйста, останься. Все будет хорошо. И никто ничего не узнает. И тебе не придется. Начинаю все сначала. Мужу не говори. Никто не должен знать. Это мое условие. Хорошо, не скажу. Тем более, что он здесь и не появляется. Давай вернемся к классу. Верочка, милая. Я так рада тебя встретить. Все думала, как там у тебя сложилось. Нашла ты мальчик от себя? Нет. Мне она нравится. Мне она нравится. Такая же шлюха, как все здешние женщины. Я ее хочу. Нет ничего проще. Улыбнись. Пригласи ее в ресторан. И она будет твоей? Если я не ношу платка, это не значит, что меня можно оскорблять. Мы… Мы не думали, что вы нас понимаете. Я бы предпочла услышать извинения. Мадам, простите меня и моего друга. Мы просто не предполагали… Что вам ответит женщина? Я так и поняла. Желаю вам хорошего дня. Желаю вам хорошего дня. Желаю вам хорошего дня. Ну, все понятно. Что понятно? Я готовлю тебе обед, готовлю тебе ужин. Ты же сама не соберешься? Ну, конечно. Только ты же нас соберешься. Что за тон? Потому что ты готовишь на нервиках, без удовольствия. У еды энергетика плохая. Вот это нормальная, потому что не трогала пока. Действительно. А чего я стараюсь? Нет, я тебя не просила. Ну, ладно. Что случилось? Выкладывай. Я в панике. Я не знаю, что мне делать. Слушай, ну ты же постоянно сама мне твердишь. Надо жить дальше, надо жить дальше. Ну, и есть у тебя эта девочка и мамаша ее сумасшедшая. Прими это как данность. Ты что, огурец? Капуста. Может, мне все-таки уволиться? И с девочкой тебе поговорить надо? Нет, я не могу. Я сейчас с мамашей своей сумасшедшей поговорю. Скажи, что если они будут тебя доставать, ты обращаешься в полицию? Олесь, ну при чем здесь полиция? Говоришь, я ебанду какой-то. Да, ни при чем. Давай я с ним поговорю. Ты знаешь, кажется, я знаю, что мне делать. Картошку в суп положь? А зачем было меня спро... То есть мне что, это все готовить, что ли, надо самой теперь? Нельзя! Кристиночка, это я. Тем более нельзя! Нельзя! Красивые цветы. Не трогай. Хорошо. Сколько у тебя подарков? Майорликин чуть-чуть мудрец. Так мало говорит. Майорликин чуть-чуть хитрец. Хотя простак на вид. Мы с папой в кухне завтракаем. Мы оба тебя ждем. Я не хочу. Все, иди, мам. Мы ждем тебя. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ты знаешь мое мнение о четверках? Да. Ты знаешь, что это плохая оценка. Когда есть пятерка. Знаем, знаем. Еще раз повторяю, хватит его защищать. Он учится в школе, с него и спрос. Не ори на ребенка, у него аппетит пропадет. Аппетит у него пропадет. Здесь, значит, учителя в очереди стоят и никакого результата. Ну почему нет результата? Мы стараемся, мы работаем над этим. Работают они, стараются. Пап, ты в школе плохо учился. Я аттестат твой видел. Что он сейчас сказал? Это, между прочим, твое воспитание. Ты как за цумрозом? Тихо, тихо. Возьми тарелку и иди в свою комнату. Пожалуйста. Каренчик, на меня ори. Отстань. Ну а что, на меня уже не интересно орать? Карен, я обещаю тебе, что он будет круглым пятерочником. Дай только время. Ну что же за необходимость-то? Ну, Лев Николаевна, сегодня выходной. Нельзя было до понедельника дожить, походите. Я прошу прощения, Лев Матвеевич, но это очень срочно. Ну, были срочно, раз уж пришли. Я понимаю, давайте, ошарашьте старика новостью. В общем, я вынуждена уволиться. Я понимаю, вы на это не рассчитывали. Нужно подыскать у меня замену. Может быть, кто-то из наших коллег сможет… Ну, Вера Николаевна, с вами, как на американских горках, то вверх, то вниз. Я точно решила. Ну, это обычная реакция на поведение девятого А. Ну, первый урок, это же не показатель, правда? Уверяю вас, они ведь тоже волнуются. И, Вера Николаевна, с вашими талантами, с вашим подходом к детям, а? Здесь дело не в девятом А. Речина, правда, очень серьезная, и я не могу вам о ней сказать, как красиво. Сейчас не об этом. Но хочу напомнить вам, Вера Николаевна, что это вы сами уговаривали меня взять вас в середине учебного года. И я пошел вам навстречу. Сделал исключение. А теперь, теперь вы меня подводите. Так люди не поступают. Я понимаю, Лев Матвеич, но это очень важная причина, поверьте мне. Ладно, раз уж приехали, пошли чай пить. Чего здесь мерзнуть? Да она из всего спектакль устраивает. Из всего. Доброе утро. Доброе. Приятного аппетита. Как здорово. Отец и дочь вместе завтракают. Пап, ну ты видишь? Дочь. Я просто хотела, чтобы мы как-то все вместе позавтракали. Поделились с проблемами. Нашли решение. Надь, у меня нет проблем. Может быть, тогда послушаешь про мои? Нет, спасибо. Я не хочу потерять аппетит. А как у тебя дела? Как на работе? Как новая линия в Переславле? Там же стеклопакеты, да? Милая, займись собой, а? Я просто хотела быть как-то полезной, тебе нужной, и я думала, что… Не надо думать, не надо хотеть! Надо заниматься своими делами, а не лезть в чужие! Вот, опять начинается. А ты таблетки пила сегодня свою? Нет. На пей, собирайся. Вера Николаевна, я чувствую, у вас очень хороший потенциал. Очень хороший. А профессионалы, они же никогда скоропалительных решений не принимают. Ну, по сути дела, это и есть профессионализм. Правда? Олег Матвеевич, вы меня за горло прям взяли. Ради лица я еще не на такое способен. Я знаю, у вас не сложились отношения с некоторыми учителями, но ничего страшного, впереди вся жизнь. Присмотритесь, найдите подход к каждому. Вот, я вам по секрету скажу, учительница химии, Юлия Александровна, она ненавидит комплименты, но обожает, когда ей говорят правду. Вот, говорите ей правду и расположите ее к себе. Лимончик положили? Правильно. Ой, здрасте, Вера Николаевна. Извините, я не знал, что вы здесь. Шабанов. Прошу любить и жаловать. Мой внук, ваш ученик. Ну, вы, очевидно, знаете уже об этом, да? Секрет этот, как его? Поли Шинелия. Учиться тебе еще и учиться. До свидания, Вера Николаевна. Приходите к нам еще. Ушел. Я даже не заметила. Ну, раньше я был лишен общения с моим прекрасным внуком. Он с дочерью жил в Бельгии. Она в посольстве работает. Очень красивая. Похожа на вас. Да, вот, да. Да. Учился он в бельгийской школе, так его выгнали оттуда. Так учился хорошо. Довел бельгийских учителей. У вас есть дети? Нет. Ну, вот. А моя дочь с единственным намучилась. В подарок мне прислала. И здесь учится кое-как. Ну, слава богу, хоть руки не распускай. Так что, если какие-то будут проблемы с ним, сразу ко мне не стеснялись. Он, в общем-то, парень толком способный. Ну, как говорится, лень раньше его родилась. А болт уж, короче. Угощайтесь. Ну, что, Кристин, может, хватит рисунков? Набьем настоящую. Не, я пока не готова. Здрасте. Ого, ничего себе. Класс. Давай эти обновим. А, и вот тут на плече я еще хочу. Ну, будешь ты скрывать, долго не получится. Все равно же все узнают все. И что ты предлагаешь? Говорю же, понемногу рисунки заменять. Меня мать убьет. А если друзья твои узнают? А ты за меня не беспокойся. Мое дело маленькое. Клиент всегда прав. Ну, что, рисунки обновлять будем? Смотри. Класс. Кирюш, как ты думаешь, стоит Кристине сказать? Надя. О чем? Ну, как, о чем? О суррогатном материнстве. Почему сейчас в голову тебе такая мысль пришла? Ну, она взрослая скоро станет. Совсем паспорт получит. Мне кажется, ей важно знать. Знаешь, что важно, Надя? Нужно, чтобы ты язык свой держала за зубами. Мы же договорились. Зачем ты сейчас это начинаешь? Да, договорились. Вот и молчим. Все было правильно. Зачем ребенку это знать? Будет как прибитая плитой ходить. Косо. Смотреть на тебя и на меня. Зачем это нужно? Правильно. Значит, молчи. Поняла? Поняла, Лев Матвеич. Спасибо большое, что выслушали. До свидания. Да. Всего доброго. Нормальная такая училка. Рано еще обсуждать. Да не, ну она ничего такая. Вполне себе. Только она какая-то странная. Она точно учительница? Конечно. Чего ты спрашиваешь? Не знаю. По мне так, таких красивых учительниц не бывает. Не говори, Лев Андрей. Чего ты спрашиваешь? Я вообще не понимаю. Ну-ка. Вера Николаевна Субботина. Опа. Министр образования вручила. Да она учитель года. Ну-ка дай посмотреть. Подожди, я не вижу так ничего. Ага, да. Учитель года. Чего же она мне ничего не сказала? Олеся, ну, чего ты? Быть беременной для женщины – это нормально. Слабая тишина. Слабая тишина. Я всегда с тобой рядом. Это не всегда помогает. А что будет, когда появится он? Я вот как начинаю об этом думать, одни кошмары в голову лезут. Ну, откуда такие мысли? Честно? Не обидишься? Нет. На тебя насмотрелась. Вот ты родила двоих. И где они теперь? Ты обещала, что не обидишься. Прости, пожалуйста, я не хотела. Я знаю. Ну, хвали. Без... Ну, пожалуйста, дожди. Ну, если ты знаешь... Тогда делай мне массаж. Я вот устала и... У нее спина болит. Все будет хорошо. Бать звонит. Скажи, что меня дома нет. Она все слышит. Да плевать. Дочь, он занимается, ему сейчас неудобно говорить. Извини. Ну, созвонимся. Хорошо, хорошо. И что это было? Ну, что такое? Как она со мной, так и я с ней. Она родной человек. Нельзя быть таким жестоким. Дед, ты прости, но тебе меня не понять. Ты же у нас планета добра. Да, действительно. Мне тебя, наверное, уже никогда не понять. Да ей на всех наплевать. На тебя, на меня с высокой бельгийской колокольни. Дед! Ты думаешь, меня из-за драки выгнали? А что, нет? Да, из-за драки. Но до этого я с ее очередным ухажером схлестнулся. Тем еще уродом был. Я не выдержал. Это только потом я уже в школе на какого-то парня наткнулся. Я злой был, как собака. Что это за ухажер? Да нет его уже. Она его выгнала. Поняла, какой он урод. Только я-то уже здесь. Ирония судьбы, правда? Да уж. Вот так вот, дед. Не все так просто. В комнате прибери. Что ты в бардаке в каком-то живешь-то? Уберись. Значит, Кирилл Георгиевич, люстру повесили, проводку проверили, полностью все. И розетки тоже подключили. Молодцы. Здравствуйте, Кирилл Георгиевич. Траву убрали, кротов поторонили. До свидания, Кирилл Георгиевич. Пока. Все в таком. А завтра в гостевом проверить всю сантехнику. Хорошо. Да. Не, а почему полиэтилен-то вы сняли? О, точно. Да. Не надо, все, все. Ворота закрой и засуну. Ага. Хорошие, говорит, работники. Отличные, замечательные. Знаешь, почему ты себя так ведешь? Потому что тебе заняться нечем. Это не правда, у меня много дел. Родительский комитет? Я не позволю тебе так свысока говорить об этом. Да, родительский комитет. На нас вся школа держится. Не школа, а лицей. Выучил. Девять лет дочке учится. Осталось сходить туда для разнообразия. Родительский комитет это не занятие. Очередная ерунда, которую ты себе придумала. Кротов, кстати, потравили они. Хорошо. Меня зовут Роман. Я закончил московский университет. И у меня пять с половиной лет практики. Прошу. Спасибо. А женщины-пациенты у вас были? Да, где-то пятьдесят-шестьдесят процентов моих пациентов это женщины. Мне очень приятно, что вы прислушались к рекомендациям Марины Константиновны. Да, очень вас рекомендовала. Сказала, вы лучше в Москве. Ну, она-то лучше в Санкт-Петербурге. Что касается меня, давайте будем делать выводы позже. Итак, с чем вы ко мне пришли? Есть несколько вопросов. Так. Во-первых, сестра. Старшая, младшая? Младшая. Очень непростые у нас отношения. Я злюсь на нее. А можно я о другом расскажу? Конечно. Я очень боюсь встречи с одним человеком. Я не хочу называть его имя. Где мой ребенок? Девочка жива и здорова. Вся в порядке, не волнуйтесь. Я смогу ее увидеть? Я боюсь, что нет. Вы подписали договор. А где она сейчас? Все хорошо. Она у родителей. Давайте сменим тему. Давайте. Только мы меняем уже который раз подряд, а вы до сих пор не сказали ничего конкретного. Может быть, вы просто не умеете слушать? Может быть. Но начните еще раз. Я постараюсь в этот раз быть внимательнее. Когда я приехала в Иорданию, я понимала, это не важно. Что случилось в Иордании? Ничего. Хорошо. Давайте начнем сначала. Нет, давайте мы закончили на сегодня. Извините. Я сказал, что-то не так? Нет, вы все правильно говорите. И, наверное, я уверена, хорошо делаете свою работу. Просто дело во мне. И я действительно прошу прощения. Так что вас смущает? Меня смущает, что вы мужчина. Я не могу быть с вами откровенна. Вас смущает, что я мужчина? Да. Нет, ну, я не знаю. Извините. Хорошо. Запах, кайф. Ну, опять двадцать пять. Чего на этот раз-то? Ничего. На, виновый пей. Я ужасная женщина. Вот, я знаю. Да ребят, зачем ты накричала? Они уже привыкли к этому. Так что ничего страшного. Все нормально. Кирюша. М? Дай мне руку, пожалуйста. Знаешь, я, я в такие моменты, я себя как будто не чувствую. Ну, вернее, чувствую, но только у меня как будто внутри что-то обрывается. У меня какое-то тотальное одиночество, невыносимое. Просто ужасный мороз по коже. Человеку вообще свойственно быть одиноким. Тебе тоже? Местами, да. Ну, вот видишь, как хорошо, что у нас есть хоть что-то общее. Как жаль, что только это. Я где-то читал, что растворимый кофе имеет очень странный эффект. Сначала ярко выраженная бодрость, а потом клонит в сон. Ой, меня сегодня в сон клонит и безо всякого кофе. Говорят, это какая-то особенность расщепления кофейных зерен. Не, просто вначале начинает действовать кофеин, а потом теобрамин. Точно, теобрамин. Ярослав, ты прав. Угощайтесь. Не спасет. А где Вера Николаевна? Никто не увидел ее? Не, мне кажется, ее еще не было. Я тоже не видела. Странно. Второй день, а уже опаздывает, а? Думаю, она сразу в класс пошла. С какой-то стати? А с какой стати и находиться здесь, в учительской, полной настроенных враждебно коллег? Ну, здесь-то ей зла никто не желает. Хотя, конечно, она могла быть и поприветливей. Шах. Добрый день. Ой. Добрый день, Вера Николаевна. Что это у вас? Это кофемашина. Ой. Мне еще идут капсулы. Очень удобно и вкусно. А будем скидываться. А это это? А что это у вас тут? Кофемашина. Кофемашина. Да, Вера Николаевна. Юлечка, Вера Николаевна купила. Вот. Я не буду скидываться. Да я никого не прошу скидываться. Я купила по собственному желанию. Если вы будете пользоваться, мне будет очень приятно. Спасибо. Спасибо. Это очень приятно. Ребята, к посту, ребят. Давайте ее поставим. Да. Ребята, идет, идет, идет. Доброе утро, ребят. Что происходит? Спасибо. О, Боже. Спасибо, ребят. Но это было год назад. Вы все равно крутая. Идеальтизм коколикам. Спасибо. Нажимайте на чашечку. На чашечку. На чашечку. Прекрасно. Ой, че, чашечку, чашечку поставьте, пожалуйста. Вот так. Вот вы и научились готовить себе кофе. Все. Да? Копает. Ну, я попробую. Давайте. Вау, Арсений Владимирович, восхититель. Боже мой. Милая, тебе с каким ароматом сделать? Я лучше воды из-под крана сырой попью. Кулер есть. Что с ней? Чем ты расстроена? Вера Николаевна, я не понимаю, чего вы стесняетесь? Ну, это ж зачетно. Министр вам, наверное, еще денег дала. Денег дала, скрывать не буду. Но еще дала один очень важный совет. Какой? Почаще вызывать к доске самых активных учеников. Руслан, прошу. Я старший сын не читал. Плохо. Ну, смотрел кино. Кстати, очень клевый кинчик. Там два йогурта, надули лоха. Сам ты лох! А что ты возникаешь? Читала, что ли? Представь себе. Успенская. Прошу, можно с места. На самом деле, история нормальная. А можешь одним предложением тему определить? Пьеса о том, что чужие люди могут тебе ближе быть, чем родные. Субтитры создавал DimaTorzok Вера Николаевна, да она вообще тему не догнала. История о том, как парень хотел старого музыканта квартиру отжать. Там вообще ни слова по квартиру нет. Кристина, если хочешь ответить, подними руку. Не могу. У меня тату новое. Мне тяжело. Тоже мне нашла, чем хвастаться. Я вообще не понимаю проблем этих Сарафановых. Все из пальца выссуну. А что непонятного Тошибанов? Все прямо как у тебя. Дед воспитывает, а настоящими родителями на тебя начхать. Ты лучше нам всем про свою мамашу расскажи, а то она нас всех уже достала. Так, тишина. Дорогие лицеисты, стоп-машина. Возвращаемся к обсуждению пьесы. Ты не о чем не сказать. Все уже сказал. А что? Такое часто бывает. Родные дети родителям не нужны. А чужие люди лучше всяких родителей оказываются. Вера Николаевна, все нормально? Да, спасибо. А ты считаешь это нормально, когда ребенка воспитывает чужой человек? Какая разница? Если он тебя любит, какая разница? Я не уверена, что сотрудники до сих пор ни о чем не догадываются. Думаешь, все все знают? Каждый раз я подписываю договор. Слишком долго. Надоело. Я сейчас уйду. Да не, я не про тебя. Я про Надю. Совсем меня за жабру взяла. На выходные увязалась со мной. Скандал устроила на ровном месте. Тебе хватает наглости быть недовольным? Ну, я же черствую сухарей. С языка снял. Мне нравится твоя примата. Тебе нравится? Моя попа. Да. Да, мне нравится твоя попа. Да. Сегодня мне будет понятно, как кто из вас за эту неделю подготовился к контрольной. В свою тетрадь смотри. Так сильным, сильным все работаем, не отвлекаемся, пишем контрольную. Елена Александровна, можно у вас на минутку лабораторную какую-то? Нет, у нас контрольная. Это очень важный вопрос. К сожалению, он не требует отлагательства. Так, не разговариваем, Бобров. Сидим, пишем, не отвлекаемся, я все вижу. Пиши, Алина, пиши. Оставь меня в покое. Ты мешаешь мне работать. Юль, ну ты устраиваешься сейчас, мне абсолютно странно. Это несправедливый бойкот. Это не бойкот. Я тебя, дорогой, игнорирую. Угу. Вот только что ты назвала меня дорогим и даже не заметила. А, заметила. Ну, значит, это сарказм. Тихо! Тихо! Так, что такое? Сейчас заставлю всех переписывать. Я все вижу и все слышу. Детский сад 10-й В. Не надо улыбаться, Петрова. Да! Да, ты все правильно понял. Юль, ревновать меня абсолютно глупо. Ну, Вера Николаевна же мне никто. Да? А ты смотришь на нее? Как на… Как на очень близкую родственницу. Саечка, видишь, ты меня все-таки ревнуешь. Ну, я бы, я клянусь, я бы никогда не увлекся ей, правда. Да. Да, ты не увлекся ей, Сеня. Потому, что она бы никогда не обратила бы на тебя внимания. То есть, вот какого ты мнения обо мне? Ах, значит, ты со мной просто из жалости. Ты сам это сказал. Ну, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Все, я обиделся. Я… Я обиделся. Это был всего лишь кофе. Просто кофе. Ирсомаха, у нас с тобой тоже все когда-то начиналось кофе. Здравствуйте. Садитесь. Садитесь, садитесь, садитесь. О, доказательство очередной выходки девятого А. Да. Ну, по-моему, очень мило. Но я ведь еще и учителя не рассказал, а ученики уже все знают. Еще одна новость. Имею честь предложить вам стать новым классным руководителем этих, с позволения сказать, отроков. Посумим. Надеюсь, вы не откажетесь. Спасибо. Поздравляем вас, Вера Николаевна. Спасибо. Ну всё, милая, ребёночка пора возвращать. Катенька, пожалуйста, можно ещё немножко? Я не могу, прости. Меня уволят. Настоящая мать придёт. Вера, пожалуйста. Я настоящая. Отдай, пожалуйста, ребёнку. Я... Прости, пожалуйста. Рано. Ура! 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 Арсений Владимирович! О, напугали меня! Я ещё не начинала. Ха. Что, не начинали? Пугать. Шутка. Ну, как дела у всемогущего родительского комитета? Я по-личному. К вам. Ух, даже как-то сейчас не по себе стало, что ли? Ну, я так понимаю, что у моего Артурчика по вашему предмету четверка выходит. Так. Если в дневнике написано, значит, так и выходит. Значит, заслужил? Ну, да. Я думаю, мы с этим что-то сможем сделать. Лев Матвеич. О, Господи, вы меня напугали. Ну, я не самая страшная, что есть в нашем лицее. Вы кофемашину видели? Ну, и что в этом плохого? А, вы не любите кофе? Ну, а если это взятка? Так, вы все-таки думаете, что говорите? Я смотрю, ты уже Леву Матвеичу тоже понравилась, да? Ходит тут по всему лицею с тобой. Вот интересно, а что ты для этого сделала? Простите, вы с фотографией разговариваете? Я, Лев Матвеич, с вами разговариваю. Простите, у меня урок. Вкусно? Вы чего? Это невежливо не отвечать на вопрос. Отстаньте от меня. Да, это наш стол. Мы его занимали же. Ладно. Это мое. Бессовестные, взрослые уже, ведут себя как дети. Извините. Извините. Круто. Кристин, у тебя же полно денег. Зачем тебе эти объедки? Я банк. Ешьте, ешьте, Ребен. Ребят, нас выгонят или в полицию заберут? Ты ты чего паришься? Ты ж не ел ничего. А я с вами. Как бы заодно. Тогда вали. Да, кстати, тебя никто не держит. Мы котом. Не, я лучше с вами. А вы так все время развлекаетесь. Почему? У нас и другие развлечения есть. Дорогу молодым. Дорогу молодым. Офигенно. 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 Ребят, мне домой пора. Всем пока. Пока. Беги к мамочке. Никому больше домой из вас не надо. Ложная скромность и железная хватка. Вот стиль подобного типа женщин. Сеня, пей кофе. Спасибо. Карьеру за два дня сделала. Я вас уверяю, она далеко пойдет. Ну, учитывая ее особые отношения со Львом Матвеевичем. Да ладно? Мужец какой. Страшно подумать. Как вообще она стала учителем года? Пришла, пришла. Нарисовалась. Поздравляем вас. Что? Поздравляем вас, Вера Николаевна, с назначением. Большое спасибо. Вы очень рады все. Правда? Спасибо вам. Спасибо большое. Чашку возьми, помыть-то. Я не пила кожу. Что я такого сказала? Вижу я, как они здесь мне все рады. Ну-ка, девочка, слезай отсюда. Сам ты девочка. Она меня по уху ударила. Сам напросился. Прекрасно. Что еще было? Отобрали еду у гостя. Всей компанией. Так. И где компания? Сбежала. Хорошие у тебя друзья. Не твое дело. Вот и мобильный телефон. Только отцу звоните, не матери. Сбежала. 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 Роман, я же вам говорю. Оставьте эти деньги себе. Большое спасибо вам за прием. Ну хорошо, я еще как-нибудь к вам приеду. До свидания. Олесь, я дома. Ты где? Слышишь меня? Олеся, ты где? Олеся, ты здесь! Открой! Оставь меня! С тобой все в порядке? Олеся! Послушай, что это за таблетки? Я не хочу больше жить, детечка. Сестренка, милая моя, ты должна жить ради ребенка, которого ты ждешь. Слышишь? Быстро! Мне уже не станет легче. Хорошо. Не хочешь говорить со мной? У меня есть психолог. Давай ты пойдешь к психологу и поговоришь с ним. Какой психолог? Мне его в Питере посоветовали. Очень толковый. А ты с ним встречалась? Да, встречалась уже один раз. Олеся, миленькая моя. И как он? Симпатичный? Вы шампанское? Девят, ты здесь? Девят, ты что, с тобой все в порядке? Все хорошо. Ты себе точно нормально чувствуешь? Да, да, да. Все, поедем домой. Тут поздно уже. Хорошо. Давай. Закрывай кабинет. Не скулишь. Так нельзя делать. Ты хоть понимаешь это? Мне правда было плохо. Я хотела выпить обезболивающее, а потом остановилась на шампанском. Ну-ка, посмотри на меня. С этого момента ты потеряла мое доверие. Я думала, я его давно уже потеряла. Алло. Кристина? Кристина, ну ты где двадцать восемь потеряла? Ну вот же. И здесь пятерка, а не четверка. Вот она. Я уже лично хотел в полицию звонить. Галина Кобировна меня договорила. Спасибо. Давайте не будем пока в полицию звонить. Мы же сами можем разобраться. Я все компенсирую, если что-то. Не так быстро, уважаемая. Успокойтесь. Вы вообще кто? А я… Это моя мать. Привет, мам. Ну и как это понимать? И не говорить. Пять косарей. Подумаешь, поела бесплатно. Ну, и стол поцарапала. Вообще, я не об этом. Деньги — последнее дело. Да забейте, папа все возместит. Кристина, ты мне ничего не хочешь рассказать? Спасибо, мамочка. Ой, то есть, Вера Николаевна, извините, что вас за мать выдала. Почему ты своим родителям-то не позвонила? Папа был недоступен, а маме бы я ни за что не позвонила. Почему? Он бы такой цирк здесь устроил. Знаете, что такое испанский стыд? Нет. Это когда человек делает что-то глупое, а стыдно при этом тебе. Ну, вообще сейчас ты глупостью наделала. Да? Это так, разминочка. Вы же на меня не злитесь, что я вам позвонила? Честно? Вы же учитель года. Вы не умеете врать. Я не злюсь. Ты можешь звонить мне в любое время. Спасибо, Вера Николаевна. Доброе утро. Доброе. Что случилось? Похоже на то. Пять пропущенных. Все в порядке? Вроде да. По подбой все гуд. Похоже придется возвращаться из командировки. Надя все поймет, я так понимаю. Достала. Вчера вечером опять рыдала, непонятно с чего. Достала разведить? Ну, между прочим, однолюб. Заметила какой-то однолюб. Да? Разве я сказал, что люблю Надю? Нет. Тогда в чем дело? Тогда кого ты любишь? Собирайся на работу, опаздываем. Спасибо. Было классно. Тебе спасибо. Не опаздывай на работу, хорошо? А то что? А то штрафую. А может быть поднимется еще на полчасика? Там и оштрафуешь. Ну все, мне надо ехать. Нельзя опаздывать. Все, пока. Здравствуйте, Софья Валентиновна. Привет. А чего вы без машины? В сервисе. Да. Надь, ну откуда я знаю? Мне еще надо в офис заехать, пробки. Нет, не надо ему звонить, я ему сам позвоню. Все, давай. Ну что, в офис? Нет, планы изменились. Я же в командировке. Получается, я свободен? Нет. Езжай с Надей в мол, потом за концтоварами для лицея. Я такси себе вызову. Блин, ты ж не спалился. Хорошо, что она тебе не позвонила. Я такси себе. Я такси себе. За верх потянулись. Сниз. Выдохните. Вперед потянулись. За тебя выдохните. Вперед. Правая вперед, левая вверх. Продолжение следует. Дыши. Продолжение следует. Продолжение следует. Эй! Я на «и» не откликаюсь, у меня имя есть. Кристина Кирилловна. Молодец, хороший мальчик. Слышь, ты извиниться должна. Почему я не должна, тем более тебе? Ты меня перед всем классом опустила, и предков моих. И чё? Ничего, извиниться должна. А то что? А то будет плохо. Давай посмотрим, как это плохо будет. Ребят, был звонок, не слышали? Мы идем, идем. Быстрее. А знаешь что? Я извинюсь. Чё, правда? Только мне-то с мыслями собраться надо. А чё ты такая сговорчивая стала? Ну, ты меня напугал. Я же девочка, слабый пол, испугал впоследствии. Так что, как ты хотел, так и будет. Ну, где ты там? Указка телескопическая при штуке купили. Стикеры для упаковки вычеркиваем. Маркеры три набора есть. Экран для проектора купили. Слушай, нужно еще какой-нибудь подарок для Ульяны Павловны. У нее юбилей через месяц. А классный новый надо? Новый классный? Да, конечно. Наверное, это что-то должно быть такое дорогое и со смыслом. Володь, можно немножко поаккуратнее с прайтом? Не, ну мы так не успеем. Не переживай, я заскочу в ювелирку и сама все выберу. Слушай, а мы прошли классные, дарились тульский самовар. Сама ты марин тульский самовар. Здесь особенный случай. А что может быть особенного Вере Николаевне? Обычный классный руководитель. Обычный да необычный. Мы ей детей доверяем. Убедила. Поехали. Поехали вместе. Вот она, героиня нашего времени. Генрид Станиславовна, сегодня Касаткин на моем предмете снова произнес английское слово на букву «Ф». Спешу заметить, что это все ваше влияние. В Британии до семнадцатого века это слово было вполне приемлемым. О времена, о нравы. Да, Вера Николаевна? А Вера Николаевна школьные проблемы до лампочки. Вера Николаевна сегодня тетрадки проверяет. Потому что ей с вами скучно. Может вы ее развеселите? Да мы посмотрим. Извините. Извините. Вера Николаевна не отвлекает. Кофе будете? Благодарю. А, что вы делаете? Проверяю сочинение. Ага, сочинение проверяете, я понял. А какую тему? Какую тему проходите? Ван Пилова. Ой, как интересно. А я, признаться, никогда ведь не читал. Но зато я очень сильно люблю Твардовского. Да, замечательный поэт. Ой, правда? Вам нравится, да? Переправа, переправа, берег правый. Берег левый, берег правый. Ну что ты... Скажите, пожалуйста, вам нравится вот этот кусок? Как-то раннюю весной, утром, по идее, появился человек новенький в лицее. И не просто человек, а учитель года. И прекрасней его не дала природа. Мне кажется, там было немного не так. Ой, не знаете, значит. А говорили, Твардовского любите. Нет, в размер вы попадаете. Это хорошо. Ну, тогда я, с вашего позволения, продолжу. Всех влюбила, вмиг себя, всех очаровала. Да, с того часа, с того дня, школа засияла. Стала делать кофе нам новая машина. И узнали в классе все, кто такой... Мужчина. Нет, 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 вампилов. Если б не было ее скучной жизни школьной, то не пелось бы тогда этой песней вольной. Вольной. Вот. Стрипенулся. Вольный сокол. Бросил думать. Начал... Блить. Нет. Юль, у Твардовского бросил думать, начал петь. Юлечка! Юлька! Юлька, прости, пожалуйста. Извините, вот ничего, лично не обращайте внимания. Юлька, родная, Юль! Юль, ну подожди, ну это очень странно. Здрасьте. Ну а в чем, собственно, проблема? А ты сам не понимаешь? Нет, не понимаю. Юль, я просто спародировал Твардовского. Нет, не понимаю. Это было отвратительно. Да? Но раньше тебе нравилось? Раньше ты читал Твардовского только для меня. У нас был свой личный Василий Дюркин. Да, Юль, но ведь искусство принадлежит народу. Зачем ты мне врал, что любишь меня? Нет, ни в коем случае, я не врал, Юль. Я правда, я очень сильно тебя люблю. Ну и Твардовского я тоже люблю. Какой же ты жалкий. Итак, сегодня наша тема – мой любимый праздник. Кто из вас хочет рассказать о своем любимом празднике? Успенская, пожалуйста. Я расскажу об одном человеке и сделаю это в свободном стиле. Великолепно, мы слушаем. Этого человека мы все очень хорошо знаем. Я хочу, чтобы вы все знали, этот человек – трус и подлец. Сегодня он подошел ко мне и попытался наехать. Хотел воспользоваться тем, что он мальчик, что он физически сильнее. Угрожал мне, запугивал. И главное, я даже не поняла, что именно он хотел. Руслан, что ты хотел от меня? Только английский. Что ты хотел от меня? Только по-английски, Руслан. Да я хочу, чтобы она по-русски мне ответила. Я даже не знаю, что сказать. У нас была тема – мой любимый праздник. Знаете, иногда самый лучший праздник – сказать правду. Вот. За английский ставлю пять. А отношения в следующий раз, пожалуйста, выясняйте на перемене. Значит, начальство в командировке, а вы вот что себе позволяете. Ну, я говорю, у меня дверь заклинила. Пришлось на сервисе. Это не повод опаздывать на работу на два часа. Согласна, Кирилл Георгиевич, но… Значит, когда меня нет в офисе, вы черти чем занимаетесь. Разъезжайте по сервисам. Простите меня, босс. Я виновата. Хорошо, хоть вы это понимаете. Еще как понимаю. А чтоб вы еще и запомнили, я объявляю вам выговор. Я, по-моему, извинилась. Это не обсуждается. Все, все свободны. Что там? Нашли. Девочка. Нет, это на следующей неделе. Вера Николаевна, мы уже с вами серьезно поговорить. Да, что случилось? Ваш класс как с цепи сорвался. Особенно эта татуированная девочка Кристина. Сорвала урок, вынудила ученика публично вырубаться. Ну, вы поймите, у нее сложный очень возраст. Это не моя проблема, это проблема классного руководителя. Хорошо, я приму меру. Да, угомоните ее, в противном случае меры придется принять мне. Я обязательно с ней поговорю и с этим мальчиком. На самом деле, Кристина очень хорошая, талантливая девочка. Просто она чувствует, что сейчас против нее весь мир. Я тоже это чувствую, поэтому ее хорошо понимаю. А вы тоже заметили, что против вас весь коллектив? Да уж, не заметишь тут. Я хочу, чтобы вы знали. Что еще? Меня хотят отравить? Ну, даже если это случится, я первой предупрежу вас. Почему? Я на вашей стороне. Правда? Да. Только вы никому не говорите, что у вас есть союзник в этом зоопарке. Что-то устала я, Вер. Ой, Вера Николаевна. Шикарная вещь. Ну, вот это говорила. Вот бы мне кто-нибудь такую подарил. 43 тысячи рублей. Ты с ума сошла? Мариночка, да не волнуйся ты так. Нет, ну, я с каждой секундой поражаюсь в твоей щедрости. Это же всего лишь учитель. По-моему, мы с тобой это уже обсуждали. Ну, да. Откуда у тебя деньжище-то такие? Скажем так, я могу себе это позволить. Точнее, мой муж. А, ну, я себе тоже могу позволить и точнее мой муж. Но меня Каренчик бы убил. По-моему, ты плохо разбираешься в мужчинах. Что бы говорить? Ты не знаешь, когда и за какую струну дергать. Когда разберешься, то он любой твой каприз выполнит. Софья Ольгин, зайдите. Я забыл вам кое-что сказать. Простого выговора вам мало? Прости. Во-первых, это хороший шанс появить себя перед подчиненными. А во-вторых? А во-вторых, нужно было сделать мою командировку более правоподобной. В обоих случаях у тебя получилось. Это не сервис? Наоборот, меня это завело. Если хочешь, может быть, со мной еще жестче. Да? Да. Знаете что? Я пришла с вами поговорить. Вы всех уже у нас достали. Вас все ненавидят. Как только вы появились у нас в лице, и начались проблемы. Ясно вам? Я вас терпеть не могу. Да весь наш коллектив, что только... ...может смотреть без омерзения и дрожи. Вы мерзкое существо. Всякому терпению приходит конец. Что, простите? Я вам хочу сказать, прекратите чужих мужчин убивать. И в мыслях не было. Не надо лицемерить. А вам что, кавалеров не хватает? А вы о чем вообще? А вы не понимаете, да? Серьезно? Вообще не понимаете? Я о Твардовском. А это? Это. Совершенно не претендую на вашего драгоценного поэта. Да вы вообще знаете, как давно мой Арсений стихов не сочинял? Нет, не в курсе. Как давно? Вас это не касается. И вдруг вы, и бац, и пожалуйста. А может это все из-за кофе? Он двойной эспрессо пьет довольно крепкий. Он двойной эспрессо пьет довольно крепкий эспрессо. Неважно. Перестаньте кривляться. А вам не кажется, что кривляетесь здесь только вы? Кстати, поэтам часто бывает нужна новая муза. Подумайте. Может ваше время уже прошло? У меня урок изменил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Двойной эспрессо говоришь? Ну и дура! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как у вас красиво! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Там река и парк! Как здорово! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Присаживайтесь поближе. А я думала, что я буду сидеть на кошетке, все вам рассказывать, а вы будете сидеть рядом и записывать. Я вас разочарую, так бывает только в кино. Нет, в жизни тоже так бывает, но у меня не так. Жаль. Меня зовут Олеся. Роман. От меня уходят все мужчины. Олеся. Олеся, в этот раз будет все по-другому. Я мужчина, никуда от вас не уйду. И выслушаю вас. Это потому, что я вам плачу? Это, пожалуй, важный и основной аспект. Ну, тогда держитесь. Я не буду перед ней извиняться. Она меня унизила и публично. Да потому, что ты вел себя как придурок. Угрожал, извиниться заставлял. Было такое? Тебе втащить мало. Кто? Ты мне собрался втащить, слабак! Сюда! Сели оба! Не буду я эту дуру трогать. Еще посадят. Да не парься. Дедушка все равно впишется. Я сказала все. Все так все. Раунд. Слушайте, а может, вам действительно батл устроить? В смысле? Ну, рэп батл. Это же модно. Мы сейчас говорим продвинуто. Ну, это ты так говоришь за себя. Отвечай. Я смотрю, у нас здесь интернет-аналитик. Успенская. Хватит. Ну что? По-моему, круто будет, нет? Идея, конечно, норм. Только я его в первом раунде завалю. Смотреть не на что будет. Ты мне на первом же панче заплачешь и к мамочке побежишь. То есть это можно считать официальным вызовом на батл, да? Да, да. Кристина. Согласна. Ну что, будет круто. Вера Николаевна, респект за идею. Народ, пошумим? Тишина! Там можете обзывать друг друга как хотите. Только используя цензурные выражения. Ладно. И с примерами из школьной программы по литературе. Договорились? А сейчас продолжаем урок. Открывайте учебники. Где мы там остановились? Мы говорили о ваших последних отношениях. Меня бросил мой бывший. Урод. Урод. Как это случилось? Он узнал, что я беременна и свалил. Посмотрите, как козел. Скажите, а у вас уже были пациенты с похожей ситуацией? Для вас это стало неожиданностью? Да нет. Я бы тоже свалила. А ваша сестра как себя повела в этой ситуации? Сестра? Ну. Она начала меня утешать. Типа все в порядке. Ну не от нее же мужик ушел, а от меня. То есть ее равнодушие вас поразило? Да нет. Она нормально так впряглась. В смысле у меня нет претензий. Подождите, а почему мы про сестру про мою говорим? У меня же персональный сеанс. Конечно, персональный. Но мне важно понять, как вы выстраиваете отношения между близкими людьми. Ну, Верка вообще, она нормальная. Хотя странная, конечно. В людях вообще не разбирается. А в чем это выражается? Это выражается в том, что… В общем, у нее с личной жизнью просто швах. Прямо так? Почти, доктор. Ко мне нужно обращаться по имени. Хорошо. Роман, мне кажется, у нее это не лечится. Ну вот со мной можно иметь дело. То есть, понимаете ли, о чем? Вот этот случай с бывшим, это скорее исключение из правил. Понятно говорю? Ну, давайте вернемся все-таки именно к нему. И вспомните, пожалуйста, первый день вашего смитознакомства. Вера Николаевна! Вера Николаевна! Мы тут посоветовались. Да ни с кем он, в общем-то, и не советовался. Короче, есть предложение. Батл должен проходить в актовом зале. Я немного по-другому себе это представляла. В классе, на уроке литературы. Ведь не зря же говорят, что рэп, хип-хоп – современная литература. Еще какая! И к ней, как к любому искусству, должно приобщиться как можно больше людей. Поэтому и в зале. Правильно? Да! Хочешь отомстить Кристине при всей школе? Нет, отомстить. Уничтожить ее. Уверен, что силенок хватит? Ну да, я тоже не уверена, что у тебя получится задуманное. Все будет феерически. Сольешь ты феерически. Нет, сольешь как раз ты. И слив твой должен стать событием для всех. А не рано ты записал себя в победителя. Но я тебя услышала. Хорошо. А то мне пришлось вас на батл вызывать. Я поговорю с директором об актовом зале. Спасибо большое. Ну все, народ, погнали. Простите. Здравствуйте, ребят. Не помешало? Я на секундочку. Я на секундочку. Спасибо. Вера Николаевна, дорогая Вера Николаевна, позвольте от лица родительского комитета выразить вам свою глубокую признательность. За что? Как за что? За то, что согласились принять нас под свое крыло. И в знак признательности прошу принять вас от нас. Этот небольшой сувенир. Сначала мы заехали в ювелирный, купили колон для учительницы, потом она захотела устрицам, поехали в ресторан. Ну а после школы. Все как всегда. Устриц ювелирный. Привет, Володь. Спасибо. А может оно и к лучшему? С кем бы вы еще так смогли по командировкам разъезжать? Усуждаешь меня? Кирилл Георгиевич, какое я имею право кого-то осуждать? Ну-ка, сейчас давай поподробнее. Вы свободный человек, потому что вы и так решили, а у вас своя правда. А я свободный человек, потому что я вдовец. И это моя правда. И моя боль. До другого ответа я и не ожидал. Ладно, иди. Надя. Подожди. Возьми, пожалуйста. Это же от чистого сердца, Вера. Нет-нет, я прошу тебя, возьми. Это слишком дорого. Я не могу принять. Извини. Вера. Да. А во сколько ты освободишься? Нам надо поговорить. Да, нам и правда нужно поговорить, но у меня еще уроки. Где-то часа через два закончу. Тогда я заеду за тобой вечером, можно? Да, хорошо. Артем, значит, сырную тарелочку, мяско. Ну и все, как я люблю. Все по высшему пилотушу. Сделаем в лучшем виде Марине Завино. Давай, сейчас угощу тебя по-царски. Слушай, она наушники не вынимает из ушей. Ну? Ну, музыку человек любит. Музыку. А? Слушай, ты знаешь, что она затевает в лице? Рэп-баттл. Это и сушь тудака. А? Ты гнойного знаешь? Марина. Ну, вот. Такого вот человека Надежда Васильевна выдвигает на пост классного руководителя. Угу. Давай венца с тобой выпьем? Давай. Давай. Сань. Да, да. Давай давай. Два бокала моего красного, итальянского. Уже наливаем, Марина Завино? Да. Надежду мы не вправе осуждать. Ну, она же неадекватная. Как можно такое выбирать на пост классное? Надежду выбирали мы. Значит, это и наша ответственность тоже. Ну, ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что каждый человек имеет право на ошибку. А Надя порядочный человек. Да. И отличный председатель. И вообще, что вы про это говорили? Ты мои ревиули с кроликом пробовала? Нет. Будет сделано. Чун-чун. Ты так изменилась с тех пор? Ну, конечно. Столько времени прошло. Годи тебя только на поезде. Ты прям расцвела. Правда? Спасибо. Ты всегда была красавицей, а сейчас от тебя просто глаз невозможно оторвать. Надя, зачем ты все это говоришь? Как зачем? Вер, тебе что, неприятно? Надя, для чего это все? Комплименты, дорогой кулон. Может, я подружиться хочу. Что там с твоим сыночком? Ты все знаешь. Семнадцать лет назад, когда муж увез Али, с тех пор ничего не изменилось. Али! 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 Неужели его так и не нашли? Три раза ездила в Орданию. Ни мальчика, ни мужа. Ну, не их родню какую-нибудь. Я нашла его родовую деревню. Но только никакого толка. Никто ничего не знает. Ты так спокойно обо всем рассказываешь. Ты знаешь, Надь, во мне уже что-то умерло. Все равно не понимаю, как можно сохранять такое самообладание. Поверь, лучше тебе никогда это не узнать. Вер, мисс Кирилл надеялась, что наши деньги тебе хоть как-то помогут в поисках. Конечно, я вам очень благодарна. Ей, мне так жаль. Все это спасибо. Кристина, имей совесть. Даже потолок рухнет, соседи у тебя окажутся на кровати. Матери скажи спасибо. Нечего было меня бесить. Ой, ты чем же она обидела мою любимую доченьку, а? У нас классная новая. Она взяла и перед ней опозорилась. Как? Да цирк там устроила. Кулон драгоценный какой-то впарить пыталась. Зачем? Я-то откуда знаю? Ну вот нельзя по-человечески просто купить букет цветов и все. Ну понятно. Но мама просто хотела как лучше. Ты тоже бесить меня пришел, пап? Тебя это вообще волновать не должно. Почему? Почему не должно волновать? Потому что, папочка, ты был единственный раз в лицее. В первом классе на линейке. Это правда? Да. Ну что ж, придется тогда вас навестить. Как ты считаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нравится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фамилия? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откройте! Отпустите меня! Откройте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откройте, у меня украли ребёнка! Почему вы молчите? Любуюсь вами. Любуюсь вами. Вам говорили, что вы очень красивая? Нет. Вы не понимаете. Вы самая красивая женщина, которую я видел в жизни. Спасибо большое. Давайте вернёмся к делу. Да. Значит, в девяносто девятом году вы вышли замуж за Самира Аль-Халави? Да. Мы учились вместе, на одном курсе. Он был подданным Ирданой? Да, у вас там это написано. Угу. Вы любили его? Конечно. Мы были идеальной парой. И когда родился сын, он вам предложил переехать в Иорданию, и так? Так. И вы отказались? Да, и мужа как подменили. Это из-за того, что я отказалась ехать в Иорданию? Я тебя не понимаю. Ну, поговори ты со мной нормально. Мы разговариваем. То есть, я родила ребёнка, выполнила свои обязанности. Свободна? Могу идти на все четыре стороны? Иди, прави ребёнка. Прости. Ну, прости меня, что я не могу поехать. Ну, правда. Там всё другое. Другие люди, порядки. Там пранжу носят. Я просто боюсь. Вера, всё будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Да что мы придумаем? Всё, что у нас было, рожится. Я обязательно найду выход. Мы же любим друг друга. А это главное. Ты правда меня любишь? Ну, конечно, люблю. Глупая женщина. Али проснулся. Пойду к нему. Надень его, я хочу погулять с сыном в парке. Да, конечно. Надо же. Выбили вы Орданию? Три раза. Сколько ему здесь лет? Два года. Это примерно за неделю до исчезновения. Но это очень старая фотография. Вы же понимаете, как он сильно изменился за это время? У меня нет другой фотографии. Али! Самир! Али! Извините, извините, пожалуйста. Вы не видели здесь вот этого мужчину и вот ребёнка с ним? Мальчика, вот мальчика. Не видели? Нет, моя дорогая, не видели. Нет. Укажите ребёнку. Али! Успокойтесь, пожалуйста. Вы правда поможете мне найти сына? Не просто поможем, а найдём его. Это дело я беру под личный контроль. Ваша уверенность подкупает. Это моя работа. Начнём сегодня же? Спасибо. Тогда я не смею вас задерживать. Было очень приятно познакомиться. Мне тоже. Очень. До свидания. Если я что-то узнаю, я вам сразу позвоню. Хотите, подбросим? Нет, спасибо большое. Я сама. Нет, спасибо большое. Я сама. Видели хоть один видос, как тёлочки баттлятся? Ну, я видела. Ну, я тоже. И как? Не очень. Ну, потому что тёлочки не умеют баттлиться. Ну, Кристина не тёлочка. Кристина лучшая. Да какая бы она ни была, у неё всё равно нет опыта в рэп-баттле. А у Руслана как бы есть. Есть. Он видео с фристайлом выложил. Угу. Даже я видела. Руслан крутой вообще-то. Короче, у Кристи нет шансов. Согласна. Блин, жалко. Класс. Я всю жизнь мечтал перед всей школой опозориться. Ребят, почему такие кислые? Да нет, нет, всё нормально. К баттлу готовы? Да, готовимся. Не вижу энтузиазма. Чего нам радоваться? В плане. Сейчас. Когда врагу плохо, нам хорошо. Русаконец он сольёт. Его поезд ушёл. Видела Руслана на улице, он копал себе яму. Ему будет плохо. Он будет плакать, звать маму. Но ничего не поможет ему. И знаете чё? Когда врагу плохо, нам хорошо. Класс, да? Да. У Руслана за спиной стена, а у нас тут туса. Йоу, Гайз, подержите меня. Закопаем, Русса. Йоу, туса, закопаем, Русса. Йоу, туса, закопаем, Русса. Йоу, туса, закопаем, Русса. Да, это зачем? Ну, что ещё такое? Новая классная. Мой подарок не приняла, представляешь? Вы, наверное, хотели подарить тульский пряник к самовару? Если бы. Ювелирка дорогущая. Так обидно. На, сам посмотри. Ну, не красиво. Да. Чего ценник-то не сняла? 43 тысячи. Странно, что она отказалась. Угу. Может, ты просто подарки дарить не умеешь? Чего? Чего слышала? Пусть пока у меня осталось. Мы с Мариной полдня выбирали. Это же от всего родительского комитета. Да, кстати, давно я тебе хотел сказать. Ты не слишком много времени тратишь на этот идиотский комитет? Идиотский? Конечно. Между прочим, наша дочь там учится, в этом лицее. А когда закончит учиться? В институте, например, никаких родительских комитетов нет. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что ты ей мешаешь. Ты просто ей воздуха не даёшь. Это она так сказала? Это я тебе говорю, Надь. Ты так всю жизнь испортишь. Да, ты прав. А знаешь, почему? Даже не представляю. Потому что кроме неё у меня в жизни больше никого нет. И ничего. Я живу её проблемами. Хорошо, что хоть это понимаешь. Ещё как понимаю. И знаешь ещё что? Всё было бы по-другому, если бы у нас с тобой всё было хорошо. Спокойной ночи, Надь. Спокойной ночи. Красивая вещь. Да. Представляешь, жена хотела подарить классный, а ты отказалась. Ну, женщину иногда не поймёшь. Просто подход нужен. Чё сам подарю, мне не отвертится. Ну что, в лицей? Да, только вначале за цветами заедем. А цветы тоже учительница? Ну да. Как контрольный в сердце. Ну что, я же говорил, что не пустят. Ну, зато я всё устроил. С охранником договорился. Сейчас Вера Николаевна увидит. Шеф Цветыевна. Спасибо. Я ещё зайду. Ну, знакомьтесь. Это, собственно, и есть. Мама вашего будущего ребёнка. Надя, Вера, Кирилл. Чё? Чё, всё в порядке? У меня только один вопрос. Почему ты мне ничего не сказала? Прости, прости меня, Кирюш. Я не виновата. Я бы сказала. Когда? Когда бы это произошло? А? Я не виновата. Она сама просила ничего не говорить ни тебе, ни Кристине. Почему? Я не знаю. Спроси у неё. Мне вообще кажется, что она тебя боится. Не говори ерунды. Из чего они меня боятся? Алло! Уходи. Я тебя люблю. Если ты меня любишь, ты меня оставишь в покое. Я разведусь жену. Только слово скажи. Нет, это предательство. Всё равно. Не должно этого делать. Слышишь? Так, вода не подаётся, потому что вот эта пимпочка забилась. Это не пимпочка, это насос. Владислав Владимирович, если вы такой умный, почините насос. Не могу. Просто инструментов нет. Вот инструмент. Перед Верой Николаевной ужасно неудобно. Знаете, никто её не просил сюда покупать косомашину. Нет, ну, меня тоже возмущает вандал, который сломал чужую вещь и не признаётся. Вандал? А может, это она? Вандалиха? Здрасте, Вера Николаевна. Вера Николаевна, пока никак не получается устранить поломку. Ну, ничего страшного. У неё гарантия. Вера Николаевна, вот, это вам. Арсений Владимирович, я думаю, вы ошиблись. Нет, нет, нет. Я не ошибся, Вера. Давай беги, догоняй. Может, возьмёт? Юль, нет. Это мне внизу передали. Для неё. Кто? Свисочница? Юль, неужели ты подумала, что я… Я не думала. Я всё видела. Вы видели? Все видели. И не прикасайся ко мне, понял? Не подходи ко мне больше никогда. Юль, Юль, ну как это? Не приближайся. Артемий Владимирович, ну, успокойтесь. Успокойтесь. Старик, ну, ты определись. Или химия, или русский. Чего тебе нужно-то? Научи меня рэп читать. Отвали. Да, Кристина. Ты не порвёшь. Ну, пожалуйста. Я тоже хочу в Рыбатле участвовать. Ну, не за Руслана, а за тебя. Пожалуйста. Ну ладно. На самом деле, всё очень просто. Если ещё раз ко мне подойдёшь, ты, Артурчик, серьёзно огребёшь. Не ходи за мной, полицею. Получишь по роже, получишь по шее. Тебе этого хочется? Мне кажется, нет. Лучше не трогай меня. Вот мой ответ. Всё, пока. Кристина, подожди. Я тоже рэп сочинил. Рэп? Да. Маленький. Ну, можно покажу? А ты послушаешь. Ну, давай. Только я щас с духом соберусь. Волнуйся просто. Готов. Я учёлся хорошо. Я был хорошист. Заполнял уравнение белый лист. Но я понял, что весь мир враньё. И очень расстроился, ё-моё. И ходил по пустым бульварам. И колы брал в трилавках даром. Я стал настоящий криминал. Безволили битвы на телефон выменял. Я очень опасный стою позади. Я очень опасный. Не подходи. Ну как? Это было просто потрясающе. Правда? Отвол башки. Ребят, идите сюда. Вам сейчас Артурчик рэп зачитает. Подожди. Ну, давай, зажги. Я не могу. Чё, сломался? Ну, тогда иди. Приходи, когда сможешь. Давай, давай. Я Артурчик. Я у вас и на пасе. Стою позади. Да. Если серьёзно, у нас против руссо-шанцев нету. Если ты ещё раз так скажешь, пойдёшь за ним. Ясно? Мы сделаем и руссо, и всех его утырков. Смотри, 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 смотри. Народ. Молодец. Хороший мальчик. Языки выучил. Чё он сказал? Если переводить правильно, я соберу трёх коллег и выиграю рэп-баттл. Э, кто коллег? Тихо, тихо, тихо. Неразумно собирать вокруг себя одних, а отодвигать других. Отверженные рано или поздно объединятся против тебя. Отверженные пусть идут лесом. Ну ладно, ладно. Видишь, ты уже злишься. А втреть, я пошатнулся. Не иначе. Можете нам, пожалуйста, пиццу? От пиццы не осталось? Русланчик с друзьями всё купил. И сок тоже. Спасибо тётю Иручко сна. Ну чё, толпа слух не спасает от фиаска? Чё такое фиаска? Шибанов, ты вообще офигел? Воу-воу-воу. Почему? Не у тебя одно есть деньги. А может, выйдем? Решим проблему? Или вы пиццу не доели ещё? Это провокация. Но я на неё поведусь. Потому что пришла пора поручить тебя, железная леди. Я предполагала, что ты с удовольствием даришь девочку. Видишь, ты уже заднюю даёшь. Страшно? А ну-ка, остановитесь. Разошлись? Да, мы пока ничего не делали. Вера Николаевна, ну вы вообще не выужели. Драки мне здесь ещё не хватало. Спокойно, Вера Николаевна. Никто не дерётся. Это что, всё из-за пиццы? Неа. Не из-за пиццы. Рано или поздно, но я тебя укатаю. Это что ещё за укатаю? Великий русский язык? Что-то не узнаю. Переводим конфликт в мирное русло. Это в ряд. Помните, я предлагала вам устроить рэп-баттл и там выяснить ваши отношения? Да. Кто выиграет, с меня приз. Какой приз? Пятёрка по русскому и литературе за год. И это не шутка. Ну что? Только никакой брани. Используем великий русский язык. Ага, Фета, тут ещё постараться надо. Вот ты постарайся. А чтобы из-за пиццы лбами не сталкиваться, идите и нормально пообедайте. Родители за эти обеды деньги платят. А вы эти обеды пробовали? Ну вообще. Ну да, согласна. Обеды так себе. Они, конечно, такой отстой, что просто изжога не отделаешься. Ребят, давайте вы готовьтесь к баттлу, а я поговорю про обеды с Львом Матвеевичем. Договорились? Я. Ты чего здесь? Не хочу, чтобы Кристина меня увидела. Ты зачем мужу сказала? Мы же договорились. Я-то что? Я ни словом. Да, конечно. Нужно было держать язык за зубами. Что дальше? Кристине расскажешь? Никогда-то. Что? Я обещаю. Обещала уже. Я как в болоте. Дышать уже не могу. Милая, Кристина никогда ничего не узнает. Клянусь тебе. Тихо. Пошли по мне в класс. Здрасте. Здрасте. Да снимай это уже свои перчатки. Драки не будет. Повезло тебе. Это ты, считай, лицо сохранила? Ты чего меня задержал? Хамить? Так я тебя с ноги выпишу и баттла дожидаться не стану. Тихо, тихо. Я не против баттла. Я против того, чтобы его Вера судила. А чего тебе не нравится? С дедушкин внук. Мне не нравится то, что ты у Веры в любимчиках. Ага. В электронном журнале. Есть такое. Именно поэтому она не может объективно судить баттл. Не бойся. Я тебе подамся, милый. Серьезно. Ты хочешь баттл на равных? Вера за меня не впишется. Мне надо фантазировать. А если ты боишься, зайчик, можем подойти и обсудить, кто с ней баттл будет судить. Вы почему не на уроке? Мы идем, идем. Что? Роману крутить после уроков будете. Это у кого, Роман? У нас дуба, что ли, рухнула? Не говори. Не разберется, несет какую-то ерунду. Бред какой-то. Клянусь тебе, мне самой это не нужно, чтобы Кристина все узнала. Она же меня возненавидит. Сразу из дома убежит. Ладно. Надь, не волнуйся. Все равно Кирилл узнал бы, рано или поздно. Они, Вер, вечно мной недовольны. Вечно я делаю все не так. Кто они? Кирилл и Кристина. Я так стараюсь, чтобы всем было хорошо, но я всегда плохая. Спокойно. Меня тоже все не любят. В учительскую не могу зайти. А что там? Коллеги, которые любят кофе и не очень любят меня. Так может быть, я как член родительского комитета могу чем-нибудь помочь? Нет, Надь. Пожалуйста, не вмешивайся в мои отношения с учителями. Да, 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 конечно. Тебе получше? Да. Спасибо. Да! Кирилл Георгиевич, что-то мы отмечаем в свободной от семьи приеме. Дерьмо закрой. Будешь смеяться. Я встретил одного человека. Женщину? В точку. Старую, перестарую знакомую. Ну, отремление просто разнакомых я готова обсуждать с отдельным фактом. Ну, ладно. Прекрати. Составишь компанию? Конечно. Я же продажная тварь. Ну, нет, ты не такая. Для тебя я готова быть любовью. Что-то я устал. Встретил старую знакомую. Я так разволновался, что напился. У тебя, по-моему, встреча с поставщиком. Ладно, начинай. Мне тебя издание выводить, как шпиона под прикрытием. Слушай, Кирюш, давай я сама встречусь с Шестковым? Ты че? Он тебя прогнет. А ты напиши сумму, я добьюсь от него, что требуется. Интересно, как ты это сделаешь? Вот это уже моя забота. А ты езжай пока ко мне домой, а потом сеансы откровений. Угу. Ну, че, ты совсем не ревнуешь? Кирилл, ты идиот. Нет, ну, ревнуешь или нет? Ты же не собираешься брать свою старую знакомую на работу? Да. Да, она не по этой части. Тогда какая ревность? Здесь же я буду тебя одна. Мне этого вполне достаточно. Ну и что? Мне иногда тебя так жалко. Себя пожали. Я в твоей жаловке не нуждаюсь. Я встретила человека, с которым не планировала, которого не хотела видеть больше никогда. Что он вам сделал? Он поступил неправильно. Нет. Что конкретно он вам сделал? Дело в том, что я суррогатная мать его дочери. И я его ненавижу. За что? Мне придется рассказывать вам все с самого начала. Для этого вы сюда и пришли. Когда я училась в педагогическом, я вышла замуж за своего однокурсника из Иордании. Мы любили друг друга, так мне казалось. Через год я родила сына. Али. Ничего, мамочка. Кто сегодня тебя не встретил, тот счастье своего не знает. Да. Ребеночку пока все равно. Так что радуйся жизни, мамаша. Она у тебя вся впереди. Спасибо. Может, опоздал? Такси? Ну, или такси назвать там. Да. Ой, это мои. Субтитры создавал DimaTorzok И вот, когда Али исполнилась два года, Самир увез его к себе на родину. Просто выкрала ребенка. Увез из России и пропал. Если вам тяжело, мы можем перенести этот разговор. Нет, все хорошо. Мы можем продолжить. Тяжело было тогда. Очень. Вообще не знаю, как я все это перенесла. Стала собирать деньги на поездку в Иорданию. Устроилась на несколько работ. Денег все равно не хватало. И один добрый человек посоветовал мне суррогатное материнство. Это фантастические будут для меня деньги. Они бы покрыли все. И поездку, и мою жизнь дальше. Но я отказалась. Вера, я узнал, что ты отказалась от отпуска. Я перенесла, просто все равно еще на поездку не заработала, поэтому другое время. Да подожди. Есть один выход. Какой выход? Я помочь тебе хочу. Чтобы ты не полосталась сразу на трех работах. Ко мне тут обратились люди. Муж и жена. У них нет ребенка. Ты можешь стоять в суррогатной материне. Все. Никаких проблем. У тебя это прекрасно получится. Что ты только смотришь на меня? Анатолий Михайлович, вы с ума сошли. Вы что мне такое предлагаете? Как я? Ребенка своего. Как? Как? Вы испугались? Да. Наверное. Но меня убедили. Сказали, что это очень хорошие люди. Жена коренная петербурженка, дочка профессора, муж бизнесмен. И мы договорились о встрече с этой семьей. Это и была встреча с тем человеком, которого я видела на днях. Кирилл Успенский. Когда она вошла на встречу, я сразу улыбнул с первого взгляда. Я почувствовал, что ей тоже понравился. Что у вас составляло? То, что он был женат. И вы заключили договор с Успенскими? Да. Следуя договору, я провела процедуру ЭКО. Сестра уже в то время уехала в Москву к своему гражданскому мужу. А я осталась, чтобы пережить эти девять месяцев, получить деньги и обо всём забыть. Ну, дайте угадаю. Кирилл стал преследовать вас. Сказал, что влюбился. Я видел, что ей тоже нравлюсь. Её глаза, её выражение лица. Вроде бы ничего не говорила, а всё было понятно. Стал звонить. Стал ждать у подъезда. Просто измучил меня. А его жена не знала бы этого? Нет. Нашла до того, что я стала прятаться от него. В итоге он пришёл ко мне домой. И вы впустили его? Я бы никогда не прикоснулся к ней. Если бы знал, что напротив. Но я чувствовал, что мы хотим одного и того же. Оказавшись в моей квартире, он оказался в моей постели. До сих пор я не могу себе этого простить. Я понял, что хочу ребёнка от этой женщины. И знаешь, чтоб всё по-божески, а не через пробирку. Получается, Кристина вполне может быть… Да я уверен, что Кристина наша сверхобщая дочь. Оглядываясь назад, я понимаю, что никак не могла этого допустить. Как бы вы поступили с ним сейчас? Сейчас я бы ясно дала понять, что ничего между нами быть не может. Ничего. Ну, тогда я была другой, уступила. Конечно, это моя вина. Значит, может оказаться, что Кристина не дочь Наде, а ваша дочь? Да. И не было дня, чтоб я не думала об этом. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И опять не вовремя. Вам хватило денег на поиски сына? Да, я отправилась в Орданию. Была там не раз. Но без результата. Мне нужна была помощь, а мне никто не спешил помогать. Но ваш гражданин совершил преступление. Все эти обвинения голословные. Как вы можете это говорить? Он украл ребёнка. Своего сына. Он повёз своего сына на его родину. Да, но я не разрешала ему это делать. Он мужчина. Ему не нужно ваше разрешение. Вы сам преступник. Вы защищаете его только на том основании, потому что он гражданин вашей страны и мужчина. Перестаньте говорить со мной в таком тоне. Я не видела сына уже несколько лет. Единственное, что у меня есть, это надежда, которую вы стремительно отбираете. Вам не стыдно? Как вам объяснить? Даже если вы окажетесь в Ордане, вы ничего не найдёте и ничего не добьётесь. Вы не понимаете. Там женщины просто не станут разговаривать. Я заставлю их со мной говорить. Очень глупая... Глупая женщина. Глупая женщина делает глупый мужчина. Это же ваша поговорка. Вы говорите по-арабски? Да, учу сейчас. Так вы поможете мне? Да. Помощь. Его была формальной. Он всё время говорил, мы не полиция, мы не полиция. Но связи открыли многие двери. Полиция подключилась. Я искала Али у родственников Самира. Объехала многие города. Всё было напрасно. Никто моего сына не видел. Добро пожаловать. Добрый день. Откуда прилетели? Ярдания Амана. Девушка с вами всё в порядке? Нет. Но вы мне не сможете помочь. Спасибо. Как вы тогда пережили ваше состояние? А кто сказал, что я пережила? Горькая правда в том, что я хотела найти одного ребёнка. Потеряла двоих. Вы всегда чувствовали, что Кристина – ваш родной ребёнок? Сложно сказать, Кирилл был уверен, проверить я не решалась. Почему? Пришлось бы видеться, с ним общаться. Вы его боитесь? Я боюсь себя. Мне кажется, что вам придётся встретиться с этим человеком и лучше взять инициативу в свои руки. Самой назначить встречу? Она со мной разговаривать не захочет. Я её знаю. Даже после того, как мы с ней увиделись. Значит, вы обидели её крепко? Ну, знаешь… Надь, ну чё ты названиваешь? Я просто хочу сказать, что я поняла, как нам с тобой вести себя с Верой Николаевной. Слушай, хорош фантазировать, а? Ну, я подумала и, мне кажется, выработала правильную манеру поведения. А ты где вообще? Ты чё, меня будешь контролировать, что ли? Какая тебе разница, где я? Да, поговори с ней. Алло, Надежда Васильевна? Здравствуйте, это Володя, вы родитель. Да, Володь. А что с Кириллом? Кирилл, к сожалению, не может сейчас подойти к телефону. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Перебрал. Привет. Ты как попала без ключей-то? Да у меня же запасной есть. Долго ты ехал? Я с Волкой взболтался. Ну, про старую знакомую, да? Прекрати. Ты не ответил на вопрос. Ты чё, начала ревновать, что ли? Неожиданно. Просто не всё человеческое, я бы себя убила. Ну, всё, прекрати. Интересно, почему? Потому что у меня плохое настроение. Хочешь, чтобы я ответил, начал скандал? Зачем? Нет, не хочу. Ты же знаешь, что я привыкла побеждать. А здесь мне не выиграть. Ну, что, у меня остаться? Конечно, оставайся. Только про старую знакомую мне расскажешь. Ну, хватит! Чё? Всё-всё-всё. Ладно. Зачем я здесь пошла? Яна Павловна, милая, доброе утро. Ага, доброе утро. Доброе утро. Можно на минуточку? На минуточку. Ну, если это терпит, давайте попозже. У меня в кабинете. Нет, 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 нет. Миленькая. Да. Пару минут. Ради Бога. Ну, хорошо. Ульяна Павловна, вы в нашем лицее поборник всего нового. Вы в спортзал восстановили. Вы учителей новых приглашаете. Ну, в спортзал, да. В спортзал, да. А вот Веру Николаевну всё-таки Лев Матвеевич пригласил. Ну, а я, как всегда, за новые крови. Ну, вот по поводу новой крови. Ульяна Павловна, я думаю, что в нашем родительском комитете нужно что-то менять. Ну, если это будут положительные изменения, то… А вы поговорите с Надей. Не, ну, вот как раз с Надей я не хочу об этом говорить. Я хочу инициировать голосование, потому что я считаю, что родительскому комитету необходим новый председатель. Ну, так и голосуйте. Ваша инициатива. А я-то здесь при чём? Не, ну, я хотела поставить вас в курс дела, потому что на вас, только на вас держится наш лицей. Ой, да стоп. А мне кажется, если я вот уйду, даже никто не заметит. Что вы, что вы? Пропадём. Спасибо, спасибо, Марина. Завеновна. Завеновна, да. Я вам скажу, Надя человек сложный. И излишне, я бы сказала, инициативная. Но у нас, со Львом Матвеевичем, она устраивает на этой должности. Ну, что, дело в муже её, да? Нет. Да. Без его финансовой бы поддержки нашему лицею было бы трудно. Значит, дело в деньгах. Да, в деньгах. Я вам хочу сказать, Надежда Васильевна прекрасный председатель. И лучше её вы не найдёте. Ну, что вы такое говорите? А вот то и говорю. Марина… Завеновна. Да. Будет человек тридцать пять-сорок. Готовьте зал. Хорошо, Марина Завеновна. Стой. Всё горячее. Только что приготовили. Всё хорошо. На. Кушай пенец. Я попойду Артурчика. Что? Усправил свои поганые четвёрки? Ну, слушай, нет, не всё так просто. То есть он зазря по восемь часов в школе своей просиживает, да? Ты понимаешь, в чём дело? Есть обстоятельства. Обстоятельства? Лень обстоятельства. И его, и твои тоже. Ты понимаешь, чтобы он стал отличником, нам надо… Ну, кое-кому. Заплатить, да? Ты моя радость. Ты моё солнце. Ты моё счастье. Конечно, заплатим. Слушай, у нас кроме денег только деньги есть. Я же ради сына на всё готов. Заплатим, кому надо. Завтра съездим, всё, отвезём. Слушай… Сколько? Не понимаю вас. Я говорю, сколько нужно дать вам денег, чтобы вы отсюда убрались? Обратно в свой дурацкий Санкт-Петербург. Он не дурацкий. Неважно, сколько. Вы что, серьёзно хотите мне заплатить? Чтобы спасти свои отношения, я готова пожертвовать последним. А если я начну торговаться? Торгуйтесь. Я состоятельная девушка. Я давала частные уроки. У меня отложены деньги. Сколько? Денег я не возьму. Но подумаю над вашим предложением, если вы… Что? Починьте кофемашину. Я… Я её не ломала. Вы меня услышали. Я её не ломала. Я не ломала кофемашину. Красивая. Да. Кирилл Батарёв. Мариша. Ты друг нашей семьи. И моя близкая подруга. Так говори, не томи. Несчастная я Маринка. Ох, тоже мне. Полстраны женщина у нас с этим диагнозом. Ты не хочешь меня выслушать? Не, я хочу, хочу. Говори, я всегда на твоей стороне. Марин мой муж. Так, минуточку. У вас что-то случилось, да? Да давно уже. Я подозревала. Изменяет. Почему? Сразу изменяет. Он любит меня. А, это понятно. Так, подожди. Ну… Я никому не скажу. У меня есть подозрения, но я не уверена. Ты в телефон к нему залезала? Залезала, но он запароленный. Он дома часто не бывает. Говорит, с командировки. А вот важный момент. Он из командировки, когда возвращается, он сытый? Я как не обращал на это внимание. А зря. Слушай, нюхай его голову. Да. Волосы – чужой шампунь. Всегда отличишь. Сколько хитрости. Ну, конечно. Опыт же. Пока с поличным не возьмешь, будет как уж на сковородке вертеться. А что, твой тоже изменяет? А вот сейчас не об этом. Хотя опыт был. Да. Не дрейвь, подруга. Прорвемся. Как хорошо, что ты у меня есть. А можно честно сказать? Конечно. Мне не нравятся ваши вопросы. Вы хотите изменить формат наших встреч? Точно. Я хочу изменить формат. Можно я вам задам нескольких вопросов, а то все вы, да вы. Ну, такого в моей практике еще не было. Ну, надо же когда-то начинать. Давайте попробуем. Ваш любимый цвет? Зеленый. Музыка. Ну, я люблю классику. Хорошо. Вагнер, Штраус, Берлиоз. Берлиоз. Какой вы необычный человек. А блондинки или брюнетки? Мне нравятся умные девушки. А если они толстые и некрасивые? Нет. Красивые. Тогда это про меня. Хорошо. А у вас сейчас кто-то есть? У меня были долгие отношения, а они закончились. Причина? Она меня бросила? Нет. А значит, она была и не умная, и некрасивая, но вообще не видела своего счастья. Да она просто дура. Нет. Она была совсем не дура. Ну, знаете, много мозгов нужно, чтобы от такого отказаться. Вы переживаете? Олеся, я уже все пережил. Да вы не переживайте. Я знаю, как больно может сделать любимый человек. Олеся, со мной все в порядке? Ну, это как посмотреть. Вам же даже поговорить не с кем. Только пациенты и пациентки. Давайте останемся в ролях психолога и клиента. Вы уверены? Абсолютно. Вы точно не хотите поговорить об этом? Что? Стой. Что я сказала? Вы точно не хотите поговорить об этом? Абсолютно. Пошу. Абсолютно. Это хорошо. Что хорошо? Хорошо, что ты не забыл, где твой дом. Со всеми твоими командировками это можно было бы легко сделать. Надя, тюймись. Все уже говорено, переговорено. Я сегодня смотрела сериал. Там отношения у супругов лучше, чем у нас с тобой. Даже в сериале. Ты таблетки сегодня свои принимала? Да. На завтрак, обед, ужин, полник и… Молодец. Скандал перенесем на завтра, потому что я очень устал. Мы же абсолютно чужие люди. Ой, вот они. Хуже соседей. Ну, нет, Лиза, это тумачо. А ты подумай. Ну, нет, Лиза, это тумачо. Лиза, это тумачок, а ты предлагаешь мне его предать. Не предать, а просто выйти за нашу команду. То же самое, что и предать. Ну, вот представь, как это будет выглядеть. Я выхожу против Руса со своими панчами. Ну как? А у тебя будет стимул. Интересно, какой? Смартфон новый. То есть, ты меня сейчас покупаешь? Да нет, я просто подарю по-дружески. Ну, если за нашу команду выйдешь. Окей. Я подумаю. Ну, пока. Подумаю. Кристиночка. Пап, скажи, чтоб не начинала, ладно? Я еще не сказала ничего. Надь, перестань. Ну, чего? Как в лицее дела? В лицее учатся. Такой вопрос, такой ответ, да? Точно. Как новая классная? Кирилл. Что? Потом. Пап, я, наверное, пойду. А то она икры на металл и сейчас с круассаном и кидаться начнется. Пап, я тебя жду. Ладно? Ты что, я хотела про Веру сказать? Ты в своем уме нет, конечно. Я подумала. Не надо тебе думать, Надя. Вообще не надо. Все, я на работу. Выходи, поехали. О, пацаны, смотри, зайчик, прости меня. Стnen. Ну, что, ты подумал? Смартфон-то, конечно, хорошо, но как же без наушников? Да есть там в комплекте. Рукам? Окей. Только телефон и зарядку вперед. Ладно, ладно. Если обманешь, я тебя в асфальт закатаю. Прямо перед лицем. Ну, привет. Я же тебе говорил. Крис, а может, ты мне тоже смартфон подаришь? Я знаешь, как зачитаю? Ты мне не подойдешь. Короче, знаете так, я тебя предупреждаю. Будешь к себе моих людей переманивать, я тебе… И что ты мне сделаешь? Папа? О, привет. Привет. Чего, уроки закончились? Я прогуливаю ему. А ты что здесь делаешь? Мама что-то устала, и я вот решил взять на себя ответственность. Немного войти в твои дела. Родительское собрание же сегодня. Здравствуйте. А, Кирилл, простите… Кирилл, Георгиевич. Да, Кирилл Георгиевич. Ну, папа пришел на собрание. Да, сегодня нет родительского собрания. Да? Да. Так я мог ошибиться. А ты почему не на уроке? Она сказала, что уроки уже закончились. Я соврала. Кристина, прогулив в девятом классе себе дороже. Да пофиг. Кристина. Я хотела, кстати, поговорить с вами, Кирилл Георгиевич. Вы не могли бы ко мне завтра после уроков зайти? К сожалению, не знаю, будет ли у меня время, а… Может, вы и постараетесь? Обо мне говорить собираетесь, да? Так, быстро в школу. Быстро в школу. Ладно, ладно. Я на самом деле хотела по поводу питания в школьной столовой. Да, я попробую. Спасибо. Может быть, вас подвезти? Куда? Ну, куда вам надо? Мне нужна школа, мне занятия. А, да. Всего доброго. Да, до свидания. Идиот! Идиот! Здравствуйте. Кого не видела? Юлия Александровна, мы за вас очень рады. Рады. Правда? Очень-очень рады. Да? А вы о чем? Отпираться не надо. Охранник все видит. Нет, я правда не понимаю. Вы про что? Ох. Арсений Владимирович, в шесть утра на асфальте написал признание в ГИН. Я знаю. И совсем забыл, что вокруг камеры висят. Любовь, глаза защищены. Идиот! 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 О! А вот и наш герой! Не ваш, а мой. Идиот! Юль, чего им сказал, что что-то обнимались? Иди сюда! Что? Ты на меня теперь не обижаешься. Сеня, я на тебя не обижаюсь теперь. Я тебя, Сеня, я тебя сейчас поцелую. Скините мне потом, ладно? Сеня, я на тебя. Субтитры создавал DimaTorzok